добрый вечер меня нормально слышно вроде да хорошо собственно зачем мы здесь собрались я не знаю насколько это вот актуально или полезно будет для для студентов но подумалось что в связи с текущей обстановкой в мире в россии может быть стоит немножко рассказать про личным опытом так скажем приезда другие страны именно с точки зрения разработчиков поскольку учитесь на разработчиков но это наверно должно быть близко вот и естественно просто несколько человек не тут расскажут о своем опыте успешным и может быть это будет вам полезно не знаю может быть ваня ты начнешь раз у тебя есть ограничения во времени всем добрый день надеюсь меня слышно если что на говорите я постараюсь что-то сделать с микрофоном вот да поддержу сашу что коротко хотелось бы рассказать про опыт переезда и опыт переезда за последнее время вот вопрос приветствуется и я постараюсь поделиться ссылками для тех кому было бы чуть больше узнать или посмотреть самостоятельно какую-то информацию коротко немножко расскажу в несколько слов про себя и про свой опыт я закончил в Санкт-Петербурге бакалавриат спбгу математико-механический факультет и магистратуру академического университета и с с Сашей мы вместе работали в компании под название под названием ITVITY занимались разработкой программного запечения для алгоритмической торговли я там работал четыре года и соответственно несколько лет на участке принимал участие в проверке и домашних заданий по реквестов студентов по курсу разработка C++ которую Саша преподает в ITMO насколько я понимаю вот соответственно с четырьмя годами разработки в ITVITY плюс двумя годами работы в инвестиционном банке тоже разработки на C++ вот этой весной я занялся поиском работы выбирал компании в Европе и после небольшого обзора стран остановился на Нидерландах несколько некоторые мои знакомые уже ранее сюда переехали и от них я слышал положительные отзывы и плюс то что язык 2 здесь практически все говорят на английском то есть независимо от работы или обычно улицы или ваших ходов куда-нибудь люди вообще говорят на английском и все у них с этим хорошо поэтому сделать небольшое такое рассмотрение куда вообще можно перебраться я составил список компаний которые меня интересовали и начал туда собеседоваться вот компании которые я смотрел были в основном связаны с торговлей или с разработкой программного обеспечения для торговли на бирже ну и вообще не только не централизованных таких не централизованных пирсов пиржах тоже это довольно-таки мне кажется узкое направление но компания здесь есть и Нидерландах достаточно одни из исторически первых пирж появились поэтому люди здесь к этому привыкли и разработчики здесь нужны наверное самый известный большой офис который здесь есть это наверное букинг здесь прям очень много людей которые работают в букинге и сюда переезжают вот чем вообще хороши Нидерланды и почему сюда сейчас легче переехать чем в например в США или в Великобританию здесь есть специальная программа которая приглашает высококвалифицированных специалистов называется highly skilled migrant программа и люди которые получают оффер в компанию которая зарегистрирована в качестве сертифицированной компании по перевозу людей тут их большинство таких компаний которые могут привезти людей если вы получаете достаточно хорошее предложение а именно его хорошее измеряется в той зарплаты в год которую получаете она проходит по определенным нормам вы можете подавать документы и ваш компания является вашим спонсором она вас сюда перевозит соответственно как это выглядит вы проходите этап собеседования получаете оффер если я не ошибаюсь сейчас градация на по двум типам если вы молодой специалист вам до 30 лет то вы должны в месяц gross salary то есть до вычета налогов зарабатывать не меньше 3600 долларов и если вам больше 30 лет то эта сумма больше там около 4800 евро в месяц вы должны зарабатывать чтобы попробовать получить ну попробовать переехать естественно если вы этому требованию удовлетворяете то есть это около мне кажется в год 50 тысяч евро ну тут плюс-минус для разных категорий то вы можете податься и начнется процесс вашего переезда своей стороны вы готовите документы тут важно помнить что европейские страны не все готовы просто так принимать российские документы поэтому если вы задумываетесь о переезде сейчас лучше заранее подумать подумать о том что у вас есть свидетельство рождения или например называется брачный сертификат свидетельство обратно так человеческий называется вот на него лучше поставить печать апостиль это такая очень странная печать которая стоит две с половиной тысячи нужно специально заплатить заплатить за нее пошлину ставится она у нас в санкт-петербурге загсе и только в одном месте там большая очередь но если думаете лучше ее оставить мне кажется правда у нее есть срок годности когда она действительно но в целом нужно понимать что сразу с вашими документами вам придется немножко поработать над ними собрать нужный пакет документов и вам соответственно мне помогал консультант специалист нанятый моей компанией заключался он помощью в том что он мне говорил что в общем то нужно делать на самом деле нужно было заполнять довольно простые документы о том где я живу чем я занимаюсь подписать о том что я ознакомился с какими-то правилами переезда получить нужные переводы и поставить штамп апостиль на документы свидетельства рождения сертификата о браке у меня не было соответственно мне нужно был штамп на том что у меня нет брака такая тоже справка есть в общем собрав все эти документы в течение наверное месяца моя заявка была передана в орган нидерландов моим работодателям соответственно через месяц я получил ответ что документы нормальные у них претензий нету и нужно было отнести спар паспорт посольства до сих пор работает маленькое посольство не для туристических виз в санкт-петербурге может отнести туда свой паспорт и еще через три недели вы получаете визу визу виза в этом право в течение 90 дней в суде трех месяцев с момента того как она проставлена ваш паспорт въехать в нидерланды а дальше вы сюда приезжаете и записываетесь местный орган который выдает вам карточку называется на резинс пермит в сути это ваш основной документ в этой стране вот примерно такой процесс я начал его в начале мая и уже в двадцатых числах июля приехал сюда то есть два с половиной месяца включая подготовку документов в россии и переезд вот только для меня сейчас занял переезд считаю что это достаточно быстро потому что очереди сейчас очень непонятные неравномерные во все европейские страны и в германии и или британии я слышу что достаточно долго приходится ждать поэтому считаю что нидерландах все сейчас достаточно быстро какие вообще условия и предложение как вас вообще перевозит компания самом деле все сильно зависит от компании моем случае я сам оплачивал себе билеты но компания предоставляла мне течение месяца период когда я могу проживать в гостинице и случается не платить ну параллельно искать жилье с поиском жилья в нидерландах именно в амстердаме достаточно сложно потому что очень много людей приезжают сюда а жилье они строят медленно и районы которые вы здесь увидите они настроены достаточно невысоко то есть здания небольшие и город сам по себе небольшой все хотят жить поближе к работе там который находится в амстердаме но зачастую сами местные ездят на поездах например из соседних городов будь то альмерика ага и что-нибудь еще вот тратят время каждый день чтобы добраться до работы это вообще считается нормальным просто потому что страна сама по себе небольшая если вы из амстердама сядете на поезд и поедете в любом направлении наверное два с половиной часа скорее всего вы либо упрете в океан либо соседнюю бельгию или германию поэтому страна небольшая и как-то нельзя сказать что здесь много больших городов то есть по сути это три города амстердам утрехт и наверное роттердам так вот и соответственно жилья здесь строят не так много поэтому приезжие взвинчивают цены за аренду люди ходят большую очередь подаются на все подряд пытаются хоть как-то найти себе жилье что на самом деле неудобно неприятно но в общем да с арендой здесь сложно и она достаточно дорогая то есть за я посмотрел наверно интересно если выбираете город для себя для переезда посмотреть на нумбио цены то есть нумбио скину в чат ссылку на амстердам там вообще можно посмотреть а какие актуальные более менее цены в евро я посмотрел что примерно они очень похожи на правду то есть цены нужно сказать что я не знаю никого из своих знакомых кто бы смог снять себе жилье меньше чем полторы тысячи евро в месяц то есть вы отдаете это не включая коммунальные платежи то есть в основном все это сильно дороже и может понять что средний средняя семья или один человек который работает отдает большую часть около половины своей зарплаты просто на то чтобы оплатить аренду что не очень приятно но вот такая вот реальность касательно зарплатов зарплат программистов я думаю что интереснее всего посмотреть графики и информацию на 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 сайте levels для нидерландов верное можно покрутить разные медианные ну разные значения фильтрации с опытом или без но в общем мне кажется что вот на levels я тоже скинул ссылку можно больше посмотреть конкретные предложения вы естественно увидите отличные конфессионные пакеты от компании booking но также есть там и менее известной компании в общем чтобы хорошо примерно понять как вообще устроено посмотреть на numbio на что уходят деньги посмотреть сколько люди зарабатывают и третья вещь так как все цены и из этой платы люди говорят гроз то есть до вычета налогом есть такой замечательный сайт называется за такс нл сейчас вам его скинул вот там можно посмотреть сколько после налогов пуста у людей остается денег зависимости от того сколько они получают в год то есть при получении офферов нужно перевести свои деньги естественно сколько вам месяц прибыть приходить зарплата смотреть на сколько хватает хватает на жилье базовый трат и уже решать а стоит ли она того и реально ли все это делал вот касательно мне кажется быта трат денег вот смотреть на все эти ссылки сайты попробовать и подергать ползунки разные стороны становится мне кажется более понятно стоит ли она того получится или нет вот что на самом деле происходит до того как получили оффер вы наверное еще нужно податься и как минимум дойти до этапа собеседования и в этом случае наверное как и у многих людей которые ищут работу не в россии я использовал сайт linkedin и с ним мне кажется проще хорошо заполнен опыт где указали либо опыт либо стажировки либо что-то еще дает большой буст при общении с людьми они будут вам охотнее соглашаться и мне кажется сейчас это но один из немногих вариантов где стабильно можете найти каких-то настоящих людей которые ищут готов вас пригласить себе на собеседование или в компанию что еще климат здесь довольно мне кажется похожая ситуация как с осенью в петербурге здесь достаточно дождливо осенью но зима мягкая здесь редко температура опускается до минус пяти то есть я слышал что аномальные аномальные холода были в прошлом году но сейчас здесь достаточно комфортно до момент где-то плюс восемь ветрено но не холодно мне кажется удивление то что до сих пор в ноябре деревья зеленые частично конечно есть опадает но вообще очень приятно кстати на насколько зеленый и хороший город так он застраивается достаточно разумно то есть нет таких больших жив массивов которые привыкли видеть у нас на конечных станциях метро все правда неплохо люди в основном путешествуют на велосипедах добираются именно те кто живут в черте города добираются до работы до магазинов на велосипедах вся инфраструктура для того чтобы вы передвигались на общественном транспорте создана и общественный транспорт представляет себя метро который больше предназначен чтобы вы довести вас скорее в нужный район она скорее не ходит по центру города скорее вокруг города и на трамваях люди добираются уже если нужно конкретно так каких-то станций платят как бы аналогом нашего подорожника такая же карточка тут как никаких особенностей нету касательно путешествий в соседние страны или города здесь активно развита железнодорожная сеть билеты тоже просто купить сканируешь qr-код с купленного билета проходишь поезд больше тебя ничего не спрашивают мне удалось ездить в соседнюю бельгию в брюссель и в германию в диссельдорф буквально за последние пару месяцев да все удобно билеты стоят разумных денег путешествовать на выходных доступно удобно и если спокойно относиться к задержкам поездов которые могут случиться то да путешествовать достаточно комфортно так как нидерланды тут небольшая страна да по своим нидерландам путешествовать очень долго не получится касательно перспектив гражданства и вообще чтобы тут остаться насколько я понимаю в течение пяти лет вы должны поддерживать свои вот этот визу как бы временного вида на жительство работать здесь а после этого можете либо податься на постоянные постоянный пермит либо получать гражданство для этого нужно будет сдать экзамен язык на определенный уровень и связанный экзамен с историей а к сожалению детально я рассказать не могу вот потому что сам еще не задавал и не изучал этот вопрос но да люди получают гражданство прожив здесь пять лет став не самые сложные экзамены и могут здесь оставаться сами голландцы народ очень прямолинейный открытый все большинство большинство с кем я приходилось работать были образованные свободно говорят на английском и никакого барьера у них с этим нету интересно что раньше они всегда мне кажется с кем не разговаривал всегда у них распространено такое что они берут ипотеку как только исполняется 25 лет по типу ипотека раньше была дешевая из ряда там полтора один семьдесят пять процентов годовых поэтому они всегда жили в ипотеку сейчас потечные ставки растут то есть ипотека не было 30 лет условно поэтому ценами жилье из-за доступных ипотек очень сильно возросли и сейчас люди уже задумываются о том брать ли ипотеку нет выгодно сейчас или может быть подождать когда процентные ставки пойдут вниз вот да сами голландцы любят футбол что-то жареное или бутерброда и обсуждать дорогой дорогие коммунальные платежи и ипотеки вот в целом здесь очень много людей именно экспатов частично потому что раньше нидерланды были именно страной который который была колонии и сильная зависимость от ну сильное влияние скорее на регион в азии на юар и на частично острова карибского бассейна и поэтому здесь много найти кафе из разряда суринамской еды что-нибудь такое но на самом деле здесь по-настоящему много приезжих и разработчиков из снг регион из индии много разработчиков и вообще из европы туда сюда тоже приезжают у меня коллеги есть как из кипра из италии есть коллегой из молдовы есть люди из белоруссии трейдеры из франции и и канады то есть в компании практически в любой если она айти компания будет полная сборная солянка людей из разных стран которые все спокойно взаимодействуют друг друга на английском и не испытывают этого никакого дискомфорта в целом наверное это примерно все что я бы хотел рассказать возможно если у вас есть какие-то вопросы или что-то я не осветил важно то задавайте я к сожалению не смогу ответить на вопросы про то как здесь поехать например продолжить обучение так я не изучал этот вопрос но на сайте непосредственно аэнд это непосредственный сайт правительство можно будет посмотреть как на самом деле получать какие требования есть для вот для мигрантов и там же есть отдельных категорий как какие требования предъявляются молодым ученым студентам для обучения и и и много еще я вот скину ссылку на требования для непосредственно для людей которые приезжают по рабочей визе своими хайлискими мигранты но дальше там можно будет посмотреть и найти интересующий более подходящий для вас карьерный путь или вот возможность переезда как не как как студент наверное вот так вот у меня наверное все сразу буду передавать тебе слово и если кто-то хочет задать как с оплатой картами дирландах до вопрос на самом деле актуальный сейчас сейчас чуть более проблемно для людей с российским паспортом потому что раньше можно было приехать и тот же день отсканировать свой паспорт и открыть что-то похожее на революте но тинькофф называется здесь местный банк бунг то есть мобильное приложение где который вам сразу присваивает аккаунт и вы можете сразу пользоваться я у меня получилось так сделать я приехал отсканировал паспорт у меня появилось сразу банковское приложение я привязал его к apple pay и против apple pay не было никаких сложностей формально это этого хватит на первые месяцы но потом вы можете пойти более скучный банк такой более старый что-то типа я не знаю как сравнить наверное что-то по типу сбербанка с отделениями называется например у меня abn amro есть банк инжи такие большие банки с отделениями они выдают вам карточки случае когда у вас уже есть резидент спермит но как я уже сказал у вас есть некоторый такой промежуток когда вы уже приехали у вас есть виза паспорте но вы еще ждете карточку резидент спермит потому что здесь тоже есть очереди на то вам не записаться на ближайший слот то есть я ждал получения резидент спермита около ну как минимум мне кажется около месяца и вам нужно получить документ резидент спермит а потом важный номер это что-то смесь номера социального страхования и ваше он называется bsn по сути это номер для налоговой который вы отчитываетесь вот эта магическая комбинация дает вам возможность открыть уже честный банковский аккаунт с может быть не таким красивым приложением но платить вы сможете брокерский аккаунт если кто-то захочет тоже сможете открыть и в целом проблем с этим нет все впрочем то неплохо то есть возможно проверять сейчас будут больше и и но даже тот же революция только воспринимается резидент спермит право находиться в стране не как туристу все будут вам готовы быстренько открыть аккаунт другой вопрос что сложно завести сейчас из россии туда деньги но как только ваш работодатель отправит вам зарплату ему достаточно будет узнать к сути вот этот магические цифры вашего лицевого счета у аккаунта куда поступит ваша зарплата которую мы с радостью сможете потратить то есть с этим проблем нет что с union pay картами принимают я ни разу не пробовал union pay карты если честно а в магазинах продуктовых люди пользуются пользуется только маэстро то есть в мастер кардом или визой ты заплатить не сможешь потому что это считается карты где ритейловый магазин должен платить чуть больше налога поэтому они искренне от тебя требуют чтобы ты завел местную маэстро карту с минимальным налогом который ты например не сможешь оплатить ничего в интернете и платить и поэтому у меня есть карточка маэстро который получил продуктовых магазинах и и соответственно есть там не знаю револют визы которые я получу например там за отель или что-нибудь еще вот как то вот такое разделение про union pay не знаю но из того что раньше многое туристов было из из китая то к минимуму я слышал про наличие union pay банкомат другая проблема что наличку здесь люди не очень хотят принимать во многих не ставят там магазины которые оказывают услуги не знаю там сфере красоты или что-нибудь еще вы часто увидеть что они пишут только только бесконтактная оплата мы кэш не принимаем поэтому даже если у вас есть кэш именно распечатанные банкомате деньги то не факт что их примут про то он примут в каком-нибудь кафе забегаловки скорее всего нет прикладывай карточку и все про револют к сожалению да сейчас все быстро меняется револют странно относится к любым платежам и упоминаниям россии чаще всего они ленятся просто делать вот это кей у айси но ее кастомер правил они просто такие если у тебя есть какой-то подозрительный красный флаг что ты например из россии еще не такой есть возможная вероятность что у вас завернутся сервисами транзакциями вот но мои знакомые в основном имеют для путешествий по европе карточку революту вроде вроде пока по крайней мере тем кто раньше открыл пока не скрывают так у меня наверное все саш передаю тебе слово и другую другому соответственно да был рад поделиться если вспомните захотите чего-нибудь написать то я почитаю на чат или можете через сашу задать вопрос я постараюсь на них ответить если у вас более личный вопрос или кто-то что-то забылось все рад был поделиться информацией спасибо ну может быть передадим слово максиму давайте если кто не знает меня зовут максим я на четвертом курсе к тейт может сейчас учусь а можно кстати мне дать permission чтобы экран пошарил нельзя а вот только саша может сделать поэтому вот сейчас по моему должно да норм так должно быть видно пряжу или ее подобие по крайней мере а короче я уехал из россии в апреле я побывал в трех странах пожил и прямо сейчас я в армении решил остаться но расскажу вам я про две это про армении про индонезию про грузию я рассказываю честно говоря не очень хочу но если кому интересно спросите в конце вот давайте начнем с армении армения почти всегда все приезжают в ереван ереван это столица тут наверное там один и три миллиона полтора миллиона человек живет 325 солнечных дней в году почти все говорят на русском наверное в двух местах я встречал людей которые не говорят на русском работают карточки мир в одном банкомате в одном банке в банке в плане системы банков несколько арка называется работает union pay денежные переводы из россии прилетают все хорошо прямые рейсы из россии тоже есть еда вкусная без виз за гран-паспорт не нужен есть у вас 180 дней чтобы здесь находиться формально вот как бы виза ран не работает но по факту виза ран работает но из минусов это в армении сложная ситуация на границе в арцахе и нагорном карабахе и резкий рост цен на жилье после объявления мобилизации в россии он сильно сильно вырос то есть например я сейчас снимаю однушку в центре за тысячу долларов здесь очень народ любит когда вы платите в долларах и почти всегда требует чтобы вы платили в долларах однако местная валюта показывает себя очень хорошо и усиленно растет по поводу давайте наверное жилья основной сайт здесь это листаем на самом деле такой большой сайт там не только жилье там еще всякие типа не знаю машину купить можно это типа местного авито условно в центре но стоимость зависит от ситуации в плане когда вы приехали где вы хотите снять квартиру в центре это тысяча долларов хороший ремонт там возможно не новый дом но ремонт будет по крайней мере адекватный 50 процентов вы заплатите риэлтору соответственно классическая тема с залогом в один месяц остальные 50 процентов риэлтору заплатит хозяин срок если вы надолго срок то почти всегда от шести месяцев это цифра не просто так то хозяева хотят плюс еще в банках это вам тоже пригодится удобно брать rnb на две недели если вы не имеете карточку заграничного банка что скорее всего то в теории армяне такие народ очень с ними легко договориться можно договориться что я приеду и тогда заплачу и им от этого типа ок букинг также на букинге есть отели которые можно оплатить по приезду карточкой российского банка наверное стоит сказать что иногда бывают перебои с карточками мир российских банков то есть которые под санкциями например сбера или альфы с втб вообще все грустно тенек работает относительно стабильно да по поводу банков есть чатик где регулярно постит инфу здесь она меняется то есть когда я первый раз приехал в армению в апреле я смог себе банковский счет открыть просто со справкой 2 ндфл и паспорт сейчас это почти всегда невозможно от вас будут просить еще договор аренда на шесть месяцев паспорт 2 ндфл в некоторых банках вам в целом не откроют счет если вы не гражданин но могут открыть счет если у вашей компании например заключен зарплатный договор с этим банком мультивалютных карточек в армении не существует валюты здесь три на которые можно получить карточки это доллары евро и драмы драма это местная валюта и на каждую вам дадут отдельную карточку за нее надо будет отдельно платить очереди долгие мобильные приложения грустные а есть возможность перевода по номеру телефона из россии в банке армении по моему это три банка артшин вока банк и какое-то еще и если вы подумаете что такой крутой хотите в премиум сегмент например там в условной сбербанке или в тинькофф если вас просто есть три миллиона рублей на счету вы премиум вам хорошо здесь вам нужно принести 100 тысяч долларов и тогда вы станете премиумом цифры для обычного человека наверно не очень для студента так тем более легализация первый этап вашей легализации в армении как вы приедете это получить соц карту справедливости ради даже армяне не могут понять что это за документ и что он на себя вообще представляет но как утверждается имея соц карту и еще какую-то карточку можно пойти получить бесплатную медицину здесь но по сути эта соц карта нужна для налоговой и для того чтобы податься на внж на внж можно податься по четырем причинам это у вас трудовой договор с компанией в армении у вас открыто и п вы здесь обучаетесь в университете и или вы этнический армянин ну тогда там у вас сильно больше прав можете получить внж и по моему даже сразу пмж там уже легко гражданство гражданство этнические армяне получают буквально за месяц как бы внж получить легко делается это онлайн требуется перевод вашего паспорта на армянский язык нотариально заверенный и по официальной информации ждете внж месяц по факту два месяца для родственников но на моем опыте там жена у меня ждет два с половиной месяца уже и конца и края этому нет но мы типа эскалируем этот вопрос как такового пмж по трудовому договору получить сложно его по моему дают через три-четыре года почему я говорю по моему это потому что правила для мигрантов в армении не совсем устаканившиеся и формальные и на самом деле вам может повезти вы можете получить быстрее вам может не повезти вы можете получить сильно дольше и и и тут все решается на уровне я пойду в миграционную службу и договорюсь скажу очень хочу очень надо и тогда дадут по поводу гражданства я не ресерчил потому что мне это неинтересно в армении обязательный поход в армию до 30 лет как-то делать мне этого не хочется досуг бары кафе рестораны в гигантском количестве культ еды здесь как в петербурге все нормально история и выставки куча всяких разных музеев которые можно съездить конференции например в декабре будет проходить high load после приезда россиян как бы здесь много всякой вот такой вот движухи путешествие по армении тоже очень интересный вариант армения на глубокое интересное если у вас есть время на это то путешествовать здесь есть где есть и горы есть и условное армянское море сиван большое по факту озеро но также рядом грузия если вы по какой-то причине захотите на нее попасть до тбилиси от еревана пять часов на машине доехать легко и просто так по моему я заканчиваю по поводу транспорта здесь такси дешевые 150 200 рублей есть метро имя справедливости ради никогда не пользовался автобусом я тоже никогда не пользовался потому что в центре еревана можно передвигаться пешком центр еревана наверное чуть чуть меньше всего всего троградского острова поэтому везде там можно спокойно ходить пешком из трудоустройства в ереване сейчас если вы работаете в россии сейчас где-то то в ереване есть яндекс и тинькофф и они вроде бы переводят в офисы в ереване куча всяких аутсорс компаний которые работают на европу и они активно хайрят россиян однако зарплаты у них справедливости раньше ради меньше чем будет вам платить яндекс или тинькофф потому что они платят по местному рынку а яндекс и тинькофф по россии здесь же есть еще офис jetbrains вот а вся остальная работа как многие делают открываете и по работаете по контракту получаете баксы из штатов вот из интересного куча обменников крипты таких относительно легальных то есть у них есть офисы они не скрываются что они меняют криптовалюту на наличку вот с этим проблем особых нет вот если у кого-то вопросы по армении окей если вопросов нет наверно армения такая довольно мейнстримное нынче направление а расскажи просто там вроде в армении сейчас вот если путы с карточкой не банка она действует например в россии она действовать не будет но и с ней можно вроде как поехать другие страны не знаю и там она будет действовать в россию я не возвращался это раз юнебанка смысле армянского юнебанка да вот да вот короче там есть у них есть своя система называется арка это как российский мир и вот арка что логично она не действует за границей в россии она у них там какая-то коллаборация арка плюс мир она иногда работает иногда не работает если вы оформляете визу то как бы виза за границей работает в россии виза не работает что тоже не российская виза в россии не работает что тоже логично и понятно других сложностях я не слышу каких-то то все вроде бы так спасибо дальше теперь где я еще побывал два месяца я прожил на бали в индонезии чуть-чуть выкупил что там у людей происходит почему туда едут называемый райский остров дешевая еда если вы любите азиатскую в целом европейская тоже не особо дорогая тепло куча снг комьюнити гигантское количество россиян которые были и до войны туда мигрировали а после войны так сильно больше много тусовок много айтишников из минусов это адаптация в плане климатической мне было например тяжело потому что для меня было слишком жарко и перелет перелет сложный я летел из тбилиси заняло у меня это двадцать семь часов со всеми пересадками было довольно больно давайте про визы сразу начнем потому что здесь не все так радужно есть visa on arrival по прилету месяц стоит 30 баксов прилетаете прямо в аэропорту отдаете 30 баксов вам фигачить визу в паспорт длится месяц можно продлить до двух месяцев это спустя какое-то время вам опять нужно поехать в местную миграционку заплатить 30 баксов вам также вклеят визу и все через два месяца вы обязаны выехать можно также сделать виза ран здесь этим проблем нет выезжаете возвращаетесь ставите визу по прилету и все там ближайшее место куда наверно вылететь можно это условный сингапур или или вьетнам дальше это есть бизнес виза это условно длительная виза по которой можно работать не платить налоги она очень странная и непонятная но это как вариант если вы не готовы делать китос китос это длительная рабочая виза как и для ип так и для сотрудника и она вам позволяет сразу получить внж резиденц пермит внж несуть и уже быть условно свободным человеком вы сможете открывать счета в различных банках и вести какой-то бизнес если вы захотите есть виза за деньги если вы положите на счет в индонезии сто тридцать тысяч долларов вам дадут визу на 10 лет это вот недавно появилась в ноябре тема то есть они должны просто лежать эти деньги то есть там сто тридцать тысяч долларов это сколько на 10 миллионов рублей или меньше меньше сильно меньше digital nomad виза планируется но никто не знает когда это произойдет я ехал по первой по классической визе чисто по ресерчить что-то узнал а жилье на бали это ир либо rnb либо booking рекомендуется снять на недельку а потом посмотреть поездить посмотреть в действительности потому что климат сильно другой из-за влажности все ваши вещи могут погибнуть у вас на стенах будет плесень если вы снимите такую квартиру сразу надолго то вам будет грустно вот есть еще куча чатиков в телеге которых жилье сдают еще есть facebook marketplace там тоже сдают жилье цена на виллы она разница от того чего вы хотите то есть в условной глубокой глубокой деревне вы можете снять виллу за 300 баксов вот ну типа будете жить очень глубоко и далеко и по утрам слышать петухов можете снять примерно за бесконечность любую виллу уборка почти всегда включена и почти всегда есть бассейн есть еще вариант с отелями такие апарт-отели там цены тоже наверное можно говорить там от 1000 долларов в не сезон в апарт-отелях происходит что-то очень сложные и цены сильно вырастают банкинг банк это пермата единственный который вам откроют если у вас нету китоса все остальные банки только при наличии китоса этой мега визы у них есть мультивалютная карточка это плюс более того насколько я знаю они очень спокойно относятся к тому что люди себе напрямую крипту кладут на счет с этим никаких проблем у них нет очереди у них существуют досуг в целом наверное понятный или непонятный короче для островной жизни досуг интересно это серфинг всякие бич клабы поездки по острову обезьяны в большом количестве и различные конференции бали очень облюбовали диджитал намады в крипто индустрии и куча конференций по крипте в каком-то нереальном количестве то есть если вы так или иначе связанных с крипто или хотите себя связать с крипто и то там вы сможете этим заняться более чем спокойно вот наверное наверное так что там есть еще что-то о транспорт да вот эта проблема которая довольно серьезная была для меня на бали на бали вы не можете ходить пешком это просто невозможно то есть вся весь остров не предусмотрен для того чтобы человек по нему передвигался над своих двух ногах если способ передвижения это байк мотороллер российские права там работают можно получить местные права но зачастую получение местных прав сводится к тому что вы их просто покупаете на бали коррупция это как я бы я бы сказал что это не что-то криминальное а скорее нормальное то есть это многие сравнивают бали с россии 90-х только доброе там все вопросы решаются всякими различными коррупционными схемами и типа это нормально это вот у них такие правила игры легально по моему там ничего не существует не нет понятия легальности она пока еще не появилась в этой стране в индонезии такси это тоже байки то есть за вами приезжает мопед вы садитесь сзади и как бы там есть ручка за которой вы держитесь ну или можете обнять водителя если сильно захотите они в целом не против два сервиса это грэб и гоу джек гоу джек наверное можно сравнить с яндекс гол только побольше помощнее с таким азиатским приколом юго-восточным сервисы работают хорошо очень быстро вот го джек дает очень его индонезии любят дает много рабочих мест работают люди поэтому хорошо и радуются по поводу работы банковских карточек мир там не работает мир работает в соседнем вьетнаме можно открыть пермату но почти всегда вы будете платить наличкой вот кэш на бали как бы это такая кэш они очень любят кэш там почти везде в ресторанах наверное европейских можно иногда встретить карточки но по условным там apple pay работать они не будут надо прям вставлять чипикам наличкой в какой валюте местные рупии да ага и все люди меняются ответственно по курсу привезенные там что доллары но рубли ввести не стоит курсу рублей там вот когда я был я был в июле августе начале сентября и курс рубля там был типа не знаю помощь 150 за один бакс у них думаю если конвертнуть понятно чтобы двойная конвертация все дела но в целом он все равно был неадекватно доллары любят вот видимо визите доллары с долларами все будет окей курс у них интересный 100 баксов это 15 тысяч местной валюты то есть он такой сложно 100 долларов это полтора миллиона местной валюты то есть у вас будет вот такая пачка денег будете с ней ходить ну а типа это норма трудоустройство вообще о трудоустройстве на бали я примерно никогда не слышал все работают по схеме и по и контракт то есть на бали вы должны как бы быть готовы ехать только если у вас наверно уже какая-то существующая работа есть которая в целом не против что вы будете в этом часовом поясе часовой пояс у них очень сложно если вы как-то работаете с америкой в целом с россией нормально потому что там с москвой это разница такая же как москвы с новосибирском они в одном этом находятся поясе плюс четыре да да ну там еще зависит по моему на бали иногда происходит переход на какое-то зимнее время происходит плюс пять но в целом разницы не особо много вот теоретически в джакарте в индонезии существуют офисы там фейсбука и каких-то еще больших компаний но я как-то туда не рассматривал вот соответственно сейчас я в ереване наверное про бали все давайте а вот самое важное на бали по поводу комьюнити я был в комьюнити место на карте если кто-то из вас смотрел интервью дудя когда там был трехчасовой интервью с силикон вели с кучей народу этих русских добрых айтишников там был никита микада белорус вот он обосновал стартапчик место на карте и как и как себя это выглядит вы связываетесь проходите условное собеседование на то что вы подходите по софт скиллам вот просто на самом деле просто разговариваете с ребятами оттуда платите деньги и вам помогают с приездом с проживанием вам дают доступ к аворкингу местные какие-то ивенты народ организовывает куча новых людей все из снг если как-то вы хотите остаться в снг тусовки то это туда в целом контингент это либо айтишники либо около айтишники то есть всякие поэмы дизайнеры менеджеры и так далее вот и как бы там жизнь выглядит на бали примерно так что народ там утром чуть-чуть утром он ходит на йогу или на серфинг днем он чуть-чуть работает а вечером он идет на 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 пьянку или на тусовку вот как бы вот вот примерно так выглядит эта жизнь в комьюнити вас ни к чему не принуждают в целом можете не ходить если не хотите но весело интересно удобный способ для того чтобы не пытаться находить каких-то ну то есть не страдать от того что нету друзей или знакомых рядом потому что вот народ из снг есть ними всегда можно поговорить они еще помогают со страховкой тогда по поводу медицины на бале бесплатной и даже с кита сам нету у всех всегда есть страховки и как бы оформляете страховку такую-то условные теньков путешествия вам нормальную страховку сделает если что-то случится проедете в больничку вам оплатит вот примерно так а юнион пэй на бали что логично это юго-восточная азия работает везде всегда и чаще всего лучше чем виза или мастер-карт наверное как то так да дальше я как бы это получил резинс пермит в армении дальше планирую уехать в великобританию но схема с великобритании примерно такая же как с нидерландами получаете офер куда-то находите компанию на линкедыне собираете документы подаетесь на визу ждете визу уезжаете вот я нахожусь на этапе надо податься на визу вот есть ли вопрос у кого-то по бале окей если нет котешники скорее всего знают как меня найти не котешники могут написать александру спасибо ну что это семена расскажите про свой опыт да давайте начнем тогда получается с меня мы будем семеном по очереди по каждому пункту проходиться собственно меня зовут никита как уже упоминалось я крайне мере был котешником потому что изначально когда я переезжал планировалось продолжать обучение в этому но случился сентябрь и я понял что я даже вернуться в питер то толком не могу поэтому сейчас нахожусь в процессе перевода этому можно будет посвятить отдельный наверное когда нибудь звонок если это успешно завершится вот семен представься тоже добрый день да я собственно как и никита бывший коллега саши учился я на мотмехе закончил уже получается полтора года назад бакалавриат сейчас формально магистратуре но не суть даже собственно как я сказал мы с сашей работали в одной компании компания в какой-то момент решила закрывать российское представительство закрывать российские офисы и отправлять всех людей которые готовы в стокгольм швецию да давай продолжим с этого момента собственно мы вам расскажем про стокгольм и в общем то немного про швецию потому что стокгольм не равна вся швеция тем не менее начнем с процесса подготовки документов и вот этого всего схема простая у нас все было немножко полегче так как мы уже работали в филиале компании который собственно находился в питере и основной филиал находился до этого в стокгольме и соответственно нам просто выставили оффер и мы дальше относительного оффера продвигались схема да такая же как упоминал максим и как говорил сначала про нидерланды она в общем то почти везде похожа интересный момент могу добавить то что вышка не является обязательным требованием к получению такого разрешения на работу особенно в швеции тут многие эти специалисты не имеют высшего образования зависит правда от возраста но вот тем не менее собственно у меня процесс с документами был не сложный я как раз таки до этого сделал заграничный паспорт сдал необходимые данные для того чтобы оформить рабочую визу и скорее даже не рабочую визу а резиденс ворк пермит и пару раз ездил в шведское консульство в москве чтобы соответственно подать биометрию и уже получить готовую карточку ВНЖ ПМЖ ой ВНЖ да для проживания в Швеции по разрешению на работу у Семена ситуация поинтереснее Семен расскажи пожалуйста ну да собственно относительно меня все примерно так же как с Никитой но есть отличия я переезжал вместе с женой собственно при том это был второй переезд первый был в Грузию на два месяца временно скажем так и пожениться мы умудрились именно в Грузии просто потому что так было удобнее на самом деле когда у тебя есть так называемые депенденты это партнеры, дети может быть еще какие-то родственники Швеция очень лояльно относится к таким ситуациям и в принципе можно было просто указать что ты едешь не один а с каким-то человеком с партнером и доказывать это формально скажем так не нужно было нужно было только как-то убедить что вы действительно являетесь там партнерами но свидетельство о браке делало это намного проще весь этот процесс и по факту я был одним из первых людей кто из нашей компании у нас много достаточно собственно людей переезжают и уже переехали я был одним из первых людей несмотря на то что я переезжал с женой кто бы прошел всю эту процедуру и суммарно она заняла именно вот формальности с получением пермитов для меня и для жены где-то месяца два соответственно от момента подачи документов в иммиграционную службу Швеции здесь есть правда момент что мы это делали не сами нам помогали в этом плане специалисты которых нанимал наш работодатель и собственно в Швеции есть понятие так называемого фасттрека когда тебя проводят если у тебя нет проблем с документами если тебе не нужно дополнительных каких-то вещей узнавать о тебе чтобы если в миграционке условно не будет дополнительных тебе вопросов после того как ты подашь документ то можно пройти по ускоренному пути и вот на моем пути это около двух месяцев вот здесь стоит добавить что Швеция это довольно бюрократичное государство и там действительно есть понятие фасттрека но стоит им изменить что-то в законодательстве и этот фасттрек превращается в ожидание на несколько месяцев с полным непониманием происходящего ситуации и очень-очень низкими статами по прохождению то есть этим летом даже был скандал не только с получением вида на жительство но и с его продлением потому что очень многие люди стояли в очереди на продление вида на жительство и не могли его продлить и не могли бы ехать из Швеции потому что обратно не вернуться если вот у тебя такая ситуация пока ты не получишь новый вид на жительство обновленный собственно схема с видами на жительство Швеции она следующая Она в целом похожа на то, что есть в странах Евросоюза. Это сначала тебе выдается временный вид на жительство на два года. В нашем случае это спонсорский вид на жительство, так как компания спонсировала наш переезд, в том числе нанимала вот этих помощников, которые нам помогали с документами. Но это, в общем-то, общая ситуация. То есть обычно компании Швеции так и делают, если смотреть на различные истории успеха. Затем вы получаете еще один вид на жительство временный сроком еще на два года. И после этого вы можете уже претендовать на постоянный вид на жительство, который делает вас практически полноценным жителем Швеции. Вот прям вообще нет никакой разницы, был бы у вас там шведский паспорт или постоянный вид на жительство, вам доступны практически все услуги, которые есть у жителей Швеции. Плюс этот постоянный вид на жительство очень сложно потерять. То есть там надо на два года уехать из страны и не появляться там вообще никак. В том числе вот многие наши российские коллеги, они живут в Швеции уже много лет, например, по постоянному виду на жительство и не получали шведское гражданство. Для получения шведского гражданства, к слову, не обязательно знать шведский язык и историю страны, что является большим бонусом. Нет экзаменов на гражданство. Условия для подачи на гражданство – это находиться за последние 7 лет, 5 лет находиться в Швеции. Легально, конечно же. Да. И что очень важно добавить про Швецию, как про саму страну, здесь практически каждый житель знает английский язык, причем на очень-очень хорошем уровне. То есть вполне обычная ситуация, что к вам приезжает курьер-доставщик и говорит на английском с таким английским говором не хуже, чем Джереми Кларксона. Это вполне себе обычная история. Я очень редко встречал людей здесь, которые не знают английский язык. Это считается здесь нормой, его учат с ранних лет. Фильмы в Швеции крутят исключительно в оригинале со шведскими субтитрами, как опции. И с этим здесь относительно просто. Предлагаю дальше рассказать про… Сейчас скажу. Расскажу в целом про Стокгольм и условия жизни здесь. Первый большой плюс, который я бы хотел отметить, это, безусловно, близость к СПБ. Конечно, раньше, до известных событий, можно было просто в любой день взять, зайти на какой-нибудь агрегатор билетов, в тот же день купить очень дешевый билет до Санкт-Петербурга. Сейчас это все несколько сложнее, и добираться приходится через Финляндию или Таллинн. То есть вы берете, покупаете билет сначала, например, до Хельсинки, а дальше уже оттуда ездят практически регулярные автобусы прямо от аэропорта до Санкт-Петербурга. Ну, или путь через Эстонию, если у вас, конечно, есть резиденц-пермит, потому что из-за известных событий людей с туристическими визами не пропускают. Соответственно, по поводу транспорта в Швеции и в целом в Стокгольме. Транспорт здесь очень хорошо развит, здесь есть очень удобная сеть метро, очень много различных маршрутов, автобусов, в том числе ночных маршрутов, трамвай, легкое метро, узкоколейки, скоростная электричка, обычная электричка. В общем, в каком бы вы районе ни жили, передвигаться на общественном транспорте – большое удовольствие, за исключением некоторых форс-мажоров, о котором мы упомянем позже. Да, метро здесь, можно добавить, метро здесь круглосуточное по выходным. Да, очень полезно, например, с пятницы после какого-нибудь артипати добираться до дома с коллегами в 2 часа ночи. Вообще никакой проблемы нет. Очень-очень развитая велоинфраструктура, не так, конечно, сильно, как в Амстердаме, но очень многие здесь передвигаются именно на велосипеде. И самое забавное, что это получается даже быстрее, чем на машине, потому что велодорожки здесь выделены, на них нету такого трафика, как на дороге. Здесь также большие налоги на автомобильный транспорт, поэтому если вы вдруг заинтересуетесь скандинавскими странами в целом, в частности в Швеции, то рекомендую задуматься о покупке велосипеда. Здесь это, ну, можно на это заготовить где-то 200 евро примерно. К слову, важно отметить, что валюта в Швеции – это кроны, и это создает несколько трудностей, о которых я тоже упомяну далее. Причем Стокгольм сам город по себе небольшой, население здесь около миллиона человек. По ландшафту напоминает Нижний Новгород, честно говоря, очень сильно. Из-за того, что город сам по себе, он вообще не как Питер, он не плоский. Ты постоянно либо идешь в гору, либо спускаешься вниз. Другого состояния здесь нету, ввиду рельефа скандинавского полуострова. Но архитектурой – это вполне себе европейский город, очень чистый, особенно по сравнению с Берлином, например. Но это все перечеркивается жильем и ценами на жилье. Жить в центре максимально дорого. То есть будьте готовы запастись прям большой суммой денег, даже если это там какая-нибудь маленькая студия. В моем случае я вот, например, снимаю жилье на, можно сказать, вот здесь есть аналог кольцевой автодороги. Вот рядом с кольцевой автодорогой это спокойно можете отдавать 1000 евро, то есть 12000 секов с учетом, правда, коммуналки и накладов на интернет. Вот примерно целиком вся сумма. Также есть одно убеждение про Швецию, что это вот страна мигрантов, потому что Швеция действительно очень много мигрантов принимает из разных стран. Здесь много украинцев, здесь много беженцев из других различных стран. Но такой вот проблемы, как это пытаются описывать, например, в российских теленовостях или даже где-то на Ютубе, как бы рассказывать про Швецию, что вот здесь есть всякие ситуации с мигрантами, я не встречал. Возможно, где-то далеко в окраинных районах, но вот в Стокгольме это никак не проявляется. Хотя вот часто можно столкнуться с репортами полиции о каких-то убийствах, чрезвычайных ситуациях и так далее касательно данной темы. Сами шведы. Шведы – это несколько близкие к русскому человеку по менталитету народ, но в то же время сильно отличаются. Они сами по себе очень мягкие, но при этом довольно замкнутые. То есть, если ты сюда переезжаешь, в Швецию, то ты столкнешься с тем, что со шведами очень сложно подружиться. Они тусуются в своих комьюнити, эти комьюнити никак не пересекаются с русскими, комьюнити. Они ходят на обеды только вместе, редко-редко приглашают коллег русскоязычных или из других стран. С этим вот есть такая небольшая проблема. Но при этом шведы очень хорошо относятся к русским. Было, конечно, пару неприятных инцидентов, но в большинстве случаев это были мигранты из других стран. Касательно обращения к русскоязычным гражданам. Вообще никаких проблем. Если ты скажешь из России, правда, да, круто, никто даже виду не подаст, что есть какое-то особенное отношение. Касательно цен в Швеции. В Швеции жить дорого, как и во многих европейских странах, но здесь это как-то особенно проявляется. На еду прямо сейчас я, например, закладываю около тысячи евро в месяц. С учетом того, что дома я готовлю сам, а днем я, например, хожу с коллегами в кафе, ресторанчики, буфеты, также известные в России, как шведский стол. Жилье, я уже упомянул, это стабильно можно откладывать тысячи евро за однушку на относительной окраине Стокгольма. Справедливости ради, про жилье могу просто добавить. Аналогичная сумма, правда, без коммуналки. Пока что хочу посмотреть, сколько коммуналка будет на сумме. Интернет не очень дорогой, а коммуналка вроде обещают быть больше. Так вот, аналогичная сумма и двушка с 50 квадратами тоже буквально возле КАДа, но тут надо заметить то, что КАД здесь и КАД в Питере – это совершенно разные по масштабам. Грубо говоря, от местного КАДа до центра можно дойти за полчаса пешком, ну, полчаса сорок минут. Вот. Город маленький. Так вот, это я к чему, что на самом деле цены на жилье, они примерно никак не коррелируют с тем, что это за жилье, к сожалению. Да, есть понятно, что если ты там хочешь брать 90 квадратов, то ты будешь платить 1030 крон, ну, это примерно, собственно, 3000 евро. Если ты хочешь там совсем что-то маленькое и тебе просто нужно максимально сэкономить, то ты сможешь найти 26-24 метра однушку, маленькую студию и 1000 за 8. Но вот все, что между, оно никак не коррелирует между размером, отдаленностью и ценой. На самом деле, вот действительно, то есть можно задорого найти что-то маленькое, можно за относительно малую цену найти что-то очень хорошее. Ты, Семен, если что, не стесняйся меня дополнять, потому что я не знаю, как там тебе передавать. У меня сейчас небольшой блог про Стокгольм, поэтому, если что, прям можешь перебивать. Соответственно, вот такие цены на продукты. Здесь цены, ну, на какие-то продукты, они могут быть даже ниже, чем в России, но в основном они существенно выше. То есть обычный поход в магазин, который там, допустим, в РФ у меня заканчивался суммой 500 рублей, здесь у меня может спокойно выходить за 1000-200, если вот переводить по текущему курсу Центробанка. Это прям обычная вещь. Очень дорогие доставки и очень дорогое такси. То есть на день рождения, например, заказывал себе суши, и если переводить это в рубли, то у меня вышло на 5000 рублей. Но это, правда, на всю компанию было не то, чтобы прямо совсем приятно. Но здесь есть большое но, здесь довольно дешевая техника, особенно учитывая ценник в кронах. Иногда получается даже дешевле, чем в Германии. Есть, например, там известный сайт Computer Universe, с которого раньше много народу заказывало себе технику, например, в Россию, там до появления таможенного дополнительного взноса. Здесь получается иногда даже дешевле, в том числе на мобильные телефоны, компьютеры, различные комплектующие к ним. PlayStation 5 тот же можно купить очень-очень дешево, вполне себе близко к официальной цене. С этим здесь поприятнее. Самый приятный момент жизни Швеции – это, наверное, природа. Потому что здесь первое, что тебя встречает, когда ты попадаешь в эту страну, это то, что сам город очень тесно переплетается с природой, с очень красивыми ландшафтами. Так вот, с практически нетронутыми лесами, близостью к воде. Мы с Семеном, например, и другими коллегами очень много разных мест объездили, вот просто любовались, ходили, смотрели. Это вот, пожалуй, самая лучшая часть Швеции, которая есть. Но из минусов то, что здесь помимо природы из развлечений остаются вот те же самые, вот такие же, как есть в Питере. То есть можно с коллегами сходить в бар, ресторан, и это все тоже дорого, существенно дороже, чем в Питере. Есть некоторые сложности, непривычные вещи вот для человека из России, которые появляются при переезде в Швецию, особенно если вы этим не занимались в России. Сперва на перво мы сортируем мусор. И сортируем мусор не то чтобы рьяно, не идеально, но довольно точно, по довольно четким категориям. То есть к этому придется привыкнуть. Нет такой штуки, что ты взял, все свалил в пластиковый мешок, этот мешок вынес куда-то там, и он где-то там был забран, мусорной машиной, если вообще был забран. Здесь все четко. Если какой-то особенный тип мусора, там, например, надо выкинуть батарейки, железяки, то надо идти на FTI Station, специальные местные места, где можно сдать подобный вид мусора. Если у тебя там какой-то габаритный мусор, его тоже надо ввести, желательно вот на чем-то удобном это делать. Но вот, например, мне недавно надо было выбросить коробки из Икеи, из-под мебели, и мне пришлось их волочить через большую часть острова, на котором я сейчас проживаю. Поэтому не всегда получается это удобно. Плюс есть сложности с арендой для русскоязычных граждан, да и в целом для иностранцев. Очень многие арендаторы, нынче ленд-лорды, просят контракт, который будет у тебя с работодателем вместе, не private contract. И очень мало кто соглашается на private contract, но в целом такие предложения еще есть, и у меня, например, private contract. Семен? Я через агентство находил квартиру. У нас, собственно, тоже работодатели наняли агентство, которое нам сначала давали временное жилье на три месяца, а потом они предложили, собственно, длительную перспективу. Поэтому у нас не private договор аренды. А на сколько вы сняли? В данный момент это наград с автоматическим продлением, если нет пререканий, ни с той, ни с другой стороны. Да, потому что тут много было рассказов про то, как сложно на длительный срок там снять жилье. Есть в Швеции, я могу сейчас объяснить даже, почему так. В Швеции есть две причины, по которой очень сложно бывает надолго остаться на одном месте. Первое – это по местным законам, если ты снимаешь квартиру у одного человека на протяжении длительного времени, то ты формально можешь ее выкупить в какой-то момент. Для того, чтобы этого не произошло, ты должен вместе с, собственно, арендодателем подписать очень правильно, причем составить договор о том, что ты не имеешь претензий, не имеешь притязаний на это, соответственно. То есть ты отказываешься от своего права выкупить. Это умеют делать не все. И этим иногда пользуются. И поэтому арендодателям проще выгнать человека и найти другого, чем надеяться на то, что у него съемщик не решит воспользоваться, скажем так, юридической неграмотностью. Второй момент касательно того, почему часто тут… Почему здесь часто приходится переезжать? Бывает, люди, которые имеют квартиры, они на самом деле имеют их не в собственности. Здесь очень редко можно найти человека, у которого квартира будет непосредственно в собственности. Обычно квартиры находятся в собственности у товариществ. Это местные так называемые коммуны. Если в России чаще всего есть какая-то управляющая компания, и она по факту обслуживает собственников, у которых в собственности квартира в каком-то новом доме, то здесь все квартиры, они принадлежат именно коммунам, которые на самоуправлении в таком формате. И по факту, когда ты покупаешь квартиру, ты покупаешь не саму квартиру, а право в ней проживать, право ей владеть. Такое очень усредненное. И если у тебя по какой-то причине появляется вторая квартира, то коммуна может посмотреть, что у тебя есть квартира, в которой ты живешь. Она лучше по объективным каким-то параметрам. А другую квартиру ты используешь исключительно, чтобы наживаться, чтобы получать прибыль. И они могут вынудить тебя это продать. Они могут вынудить тебя продать по рыночным ценам твое право владения квартирой, которой ты не пользуешься сам. Вот два таких нюанса, из-за чего здесь очень редко можно найти именно людей, которые имеют возможность дать тебе надолго квартиру. В этом плане у нас, ну, у меня конкретно чуть-чуть другая ситуация. У нас собственник — это агентство, это, собственно, agency-контракт. Они не работают с физлицами напрямую, они работают через нашего работодателя в данном случае. И поэтому они могут прописывать контракт так, что он продлевается без особых проблем. Вопрос? Ну, ты правильно сказал. Тут мне нечего добавить. Давай тогда немного про климат. Климат здесь идентичный тому, что есть в Санкт-Петербурге. Но я бы сказал, что здесь, ну, на копеечку может быть теплее и нет такого сильного ветра. Здесь сквозняков нет питерских. Да, да, абсолютно верно сказано. Но, тем не менее, здесь есть вот эти все питерские приколы с погодой. Вот сейчас я смотрю за окно, вижу это серое небо. Как-то не очень круто. И здесь это вот очень похоже на Питер. Как бы шведы, они превращаются осенью. Персонажи из Dark Souls как бы ходят хмурые и печальные. А весной выходят там на солнце и любят долгое время просто стоять и смотреть на него, как бы получать естественный витамин D. Здесь все очень это похоже на Питер. Более того, здесь недавно выпало просто адское количество снега. Что-то около 20 сантиметров за 24 часа. Швеция оказалась к этому абсолютно не готова. Это был полный разнос для всех коммунальных служб. Так что, если вы думаете, что только в Питере есть беглов, а в Европе... Здесь есть свой беглов. Здесь вполне с этим идентично. То есть я просто в понедельник не мог уехать на работу. Люди стоят на автобусной остановке, ждут автобуса. Автобуса-то нет, он не ходит. Все, не хочет ходить зимой. То же самое с трамваями, сбилось полностью расписание. Что-то там тебе по-шведски какие-то объявления говорят на станции. Стой, пробуй понять, что происходит. Все-таки, несмотря на то, что комьюнити здесь очень хорошо понимает английский язык, все официальные документы, официальные объявления, они в большинстве своем не дублируются на английском языке. И вообще хорошо бы знать шведский. Швеция очень дружелюбна в этом плане. Есть курсы СФИ, которые бесплатные. Свидетельского иммигрантов. Да, есть работодатель, который может вам нанять преподавателя, в том числе русскоязычного, так как русскоязычных здесь людей хватает. Есть даже целые садики, спортивные секции, где есть русскоязычные тренера, есть больницы, в которых ты можешь прийти поговорить с русскоязычным доктором. Это здесь все очень развито. По поводу денег чуть поподробнее остановлюсь. Швеция известна тем или неизвестно, что это cashless society. То есть здесь вообще не используется кэш. По крайней мере, люди стараются им не пользоваться. И обычно самый простой способ определить неместного – это увидеть, что кто-то расплачивается кронами. Настоящими, бумажными или монетками. Но это создает некоторые сложности для тех, кто только эмигрировал, особенно из России. Как известно, российские карточки здесь не работают. Есть UnionPay. Он во многих местах поддерживается, но далеко не везде. Можно, кстати, даже снимать кроны вполне себе с российского счета по какому-то там курсу в целом приемлемому. Но это все равно перечеркивается тем, что в большинстве случаев UnionPay не примут. И наличку тоже. Основные магазины, там McDonald's, например, еще какие-то фастфуды. Если они еще могут принять наличку, то вот, например, в Икеа вы себе хороший стул там не купите, потому что просто… В Икеа за городом купишь. В Икеа за городом, хорошо. Там есть, ну, самый большой и самый первый Икеа, там есть касса с, собственно, кассой. Хорошо, тогда поправлюсь. Не купишь ты себе шторы в Икеа-галере в центре Стокгольма. В том числе с другими магазинами, с кафетериями сложности. В общем, нужно получать карту. Проблема заключается в том, что для русскоязычных граждан, да и в целом мигрантов не из стран ЕС, это немножко сложно. Для этого надо пройти через целый процесс. Есть простой способ относительно, но он может утонуть в бухгалтерии. Здесь есть большой банк SEB. Он как аналог нашего Сбербанка. Один из самых больших банков во всей Ихкандинавии. Да. Он предлагает программу для экспатов, которую вы можете заполнить документы, которые они просят, указать на tax residency, где вы проживаете, копию договора трудового с работодателем. И попробовать отправить это все. Почему попробовать? Потому что, скорее всего, вам придет reject. Причем четких правил нет. Вот человеку с идентично заполненной анкетой может прийти accept, а вам придет reject, и вас будут морозить пару недель. Еще и встречу назначу где-нибудь через месяц. А вы вот приехали, вам надо как-то зарплату получать. Получать ее некуда. Вам нужна для этого шведская карта. Револют, к слову, как карту для зарплаты, здесь не котируют. Его можно было, по крайней мере, раньше выпустить. Хоть находясь в России, если у тебя есть шведский резиденц-пермит. Это не было проблемой. Но револют сразу отметается. Соответственно, надо проходить через кучу бюрократии. Вы сначала должны будете получить PIN. Это местный аналог НННа. Причем PIN – это довольно всеобъемлющая штука. Здесь довольно прозрачное общество. Здесь очень легко следить за другими людьми. Как бы этот PIN тебе кладет во все... Как и другие люди будут знать, что ты за ними следишь. Да, но не всегда. Здесь очень много различных сервисов по пробиву людей. С этим даже связана одна забавная история, которую я, может, попозже расскажу. То есть везде светится ваш номер мобильного телефона, ваш адрес, возможно, даже сколько вы зарабатываете. Но это зависит от того, были ли какие-то публичные репорты на эту тему за период вашего проживания. Но это не самая важная часть. Получаете PIN вы где-то неделю, хотя обещаю там от двух до нескольких месяцев. Но Швеция, она такова, что они очень часто дают какой-то большой промежуток времени, а потом его сужают вам до недели. Но может случиться и обратная ситуация, когда вы вообще не получаете PIN очень долго. Вот у одного нашего коллеги было. Это дедлайн, на самом деле. То, что они ставят исходно, это дедлайн. До этого момента они должны принять хоть какое-то решение. Так же, как в России есть подобные дедлайны на ответы, на обращения какие-нибудь или прочее. То есть они могут справиться, конечно, намного быстрее. Да, и последний шаг, собственно, получения, вот прохождение последней ступени к получению всем сервисам шведского государства, который делает вас практически на одном уровне с гражданами Швеции, это вот получение ID-карт. Это физическое подтверждение твоего PIN. Да, это физическое подтверждение твоего PIN. И после того, как ты его получил, у тебя есть доступ ко всему, и ты можешь прийти в банк или попробовать записаться туда и получить счет, а заодно и местный Mobile Bank ID. Я, честно, не знаю, есть ли аналоги в других европейских странах этого изобретения, но здесь практически все вот эти бюрократические операции, их можно срезать с помощью этого Mobile Bank ID, как авторизация в различных сервисах. Я не знаю, читали ли ребята новости в России и хотят сейчас единую идентификацию, чтобы можно удаленно делать, условно, онлайн. Правда, это через госуслуги хотят сделать. Так вот здесь это придумали несколько лет назад. На самом деле, в 2015-м, по-моему, появилась эта штука. Это сервис, который поддерживается примерно всеми местными банками. Грубо говоря, банк знает, что ты настоящий. И банк выдает тебе специальный файл электронный, который может быть установлен либо на мобильное устройство, либо на десктоп, компьютер, планшет тоже подходит. Соответственно, при авторизации в каких-нибудь местных сервисах, которые позволяют авторизовываться через Банк ID, тебе достаточно просто ввести пароль от этого файла, условно. Это либо отпечаток пальца, биометрический пароль, либо просто пин-код. И тот сервис, в котором ты пытаешься авторизоваться, он получает информацию о том, что ты действительно, это ты. Универсальная такая идентификация. Проблема в том, что Банк ID можно получить только в банке, только открыв счет. И, соответственно, есть на самом деле некоторое количество людей, даже местных, даже шведов. Ну, во-первых, это невозможно сделать до совершеннолетия. Во-вторых, есть люди даже взрослые, шведы, которым это не получается сделать, потому что банки очень редко открывают счета людям без дохода. У тебя-то получилось для жены открыть счет? Нет, в том-то и дело. Это, к чему я и подвожу, что банки очень редко открывают реальные счета без дохода. А есть непривередливые банки. А тут есть, скажем так, группа компаний, а-ля наш X5 Retail Group. Это в основном магазины разного уровня. ИКО называет, собственно. И у них есть свой банк. Так вот, этот банк, он, с одной стороны, это какая-то пародия, потому что, ну, представьте, что у Магнита будет свой банк. С другой стороны, у них нет отделений, и в этом плане они как тенек. Только если тенек отправляет своих сотрудников, нужно с человеком поговорить вживую по каким-либо причинам. А у местного такого банка у них нет отделений, и сотрудников, по факту, ты никогда не увидишь. Поэтому они более охотно открывают счета людям без дохода, но не могут дать банк ID, если у тебя нет уже такого от другого банка. Поэтому, да, проблема, если вы едете с кем-то, и этот кто-то не работает, то вряд ли у него получится получить те же средства для идентификации. А на самом деле, вот я хочу чуть-чуть поправить Никиту, ID-корд или физическая карточка, на которую по факту написан ваш ИНН местный, это всего лишь навсего документ для различных авторитис. То есть это для общения с государством. Для общения с частными, будь то в сфере услуг, в банках, мобильные операторы и прочее, последний шаг – это как раз-таки банк ID. Как только вы получаете банк ID, от шведов вас отличает только возможность голосовать на выборах или быть избранными. Все. Все остальное абсолютно такое же. Соответственно, для того, чтобы своим супругам, партнерам, детям, если таковые, получить банк ID, не имея дохода, нужно очень сильно постараться. У меня пока что не получилось. У нас были кейсы у коллег похожие, у кого-то получилось. Но это раз на раз не приходится. Потому что мне в банке просто прям прямым текстом сказали, что они не будут открывать счет, если нет дохода. Ну, это вот о грустном, но есть и положительные стороны этого вопроса. И вообще в целом проживание Швеции. Во-первых, это сводит на нет всю бюрократию. Все общение с государством делается через вот это вот приложение, которое тебе позволяет авторизировать и пользоваться электронными сервисами от государства. И плюс, более того, в Швеции очень много различных социальных штучек. Многие, наверное, знают, это очень социальное государство. Здесь можно, например, бесплатно пойти учиться в университет, имея вид на жительство, хоть временный, хоть постоянный. Вообще никаких проблем. Раньше это было бесплатно даже для иностранцев, но они прикрыли лавочку. И здесь довольно неплохие университеты. Например, есть KTH Royal State. Есть много других. Можете подумать об этом, в том числе, к слову. Можно отдать детей в школу тоже бесплатно. Школы бывают разные. Но это, правда, наверное, надо уже других коллег спрашивать. И это не очень релевантный опыт, скорее всего, присутствующих и для нас пока что, по крайней мере. Так что да. В целом, это вроде как все, что я хотел рассказать. Если есть какие-то вопросы. Заранее извиняюсь за сумбурный рассказ. Я-то думал просто прийти послушать. Изначально. Мы тут быстренько набросали план. Чатики. Возможно ли при этом релокейте учиться в ИТМО дистанционно? Да, да, да. Но, возможно, это неправда для четвертого курса. По крайней мере, на третьем курсе. Я в самом начале семестра написал станку. Станок мне говорит, окей, хорошо, я понимаю твою ситуацию. Да, вообще без проблем. Он мне даже помог подобрать какие-то курсы, которые по выбору помогают, дают возможность обучаться дистанционно. Но при этом все равно надо иногда появляться. Во-первых, есть некафедральные предметы. Во-вторых, есть TR-код на четвертом курсе, насколько я знаю. Обучаться удаленно вообще без каких проблем можно. Вот прям вот совсем. Если у тебя время есть. Да, если есть еще время. Тут такой тонкий момент, что хоть в России можно работать там, не знаю, part-time, здесь от тебя ожидается, что ты все-таки будешь работать full-time. Это тоже отнимает достаточно много времени, особенно если вот такая стрессовая ситуация, как переезд для компании. Естественно, много людей не переехало. Каких-то людей надо заменять, подменять, разные обязанности исполнять. Это все плюс куча возни с документами по первости. Так что да. Естественно, если вы хотите переехать в какое-то государство, которое близко находится к РФ, и учиться удаленно, это вообще, да, сто процентов можно. Ну, по крайней мере, на КТ. Про остальное я не говорю. Я бы хотел, на самом деле, пару моментов добавить про социалку и про цены в том числе. Собственно, да, как Никита сказал, государство очень социальное. И в этом есть сразу две такие следствия. Во-первых, здесь огромные налоги. Они идут по прогрессивной ставке в зависимости от того, сколько вы получаете. И чем больше вы получаете, тем больше ваша ставка. Единственное, оно считается очередной уровень ставки, скажем так. Он считается от разницы до порогового значения, от которого начинает применяться эта ставка. Ну, если, грубо говоря, у вас превышение, там, лимита на 5 крон, то вы повышенный налог будете только с этих 5 крон платить. Не будет такого, что вы стали получать формально в гроз больше, а по факту меньше. Но, тем не менее, налоги очень высокие. Налоги очень сложно считаются. Здесь очень редко бывают свои бухгалтера в компаниях. Они обычно внешне, собственно, исходя из этого, бывает, на самом деле, много неприятных проблем. Особенно у нас сейчас из-за того, что много людей переехало, нас частенько путают между собой. Пару раз даже закидывали, как в том анекдоте, про лупу и попу. Одному человеку зарплату за другого. В общем, с налогами, с бухгалтерией, как и в целом с бюрократией здесь действительно все сложно. Зато, с другой стороны, если ты в какой-то момент осваиваешься, получаешь еще дополнительно, регистрируешься в министерстве, в службе, точнее, социального страхования, то тебя по факту, неважно твое происхождение, то есть ты там эмигрант, ты имеешь граждан, что ты не имеешь. Если ты просто легально находишься здесь, если у тебя есть вид на жизнь, не обязательно даже, собственно, с работой, то ты можешь рассчитывать на все те же социальные преференции, которые есть у коренных шведов, условно. Тут нету разницы. Что в это включается? В это включается безработный, по безработице выплачивают фиксированную сумму, если ты стоишь на бирже труда, ищешь работу. В это включают уход за ребенком. Причем уход за ребенком здесь примерно одинаково между родителями рассматривается. Здесь даже, собственно, есть обязательная часть, которую там в любом случае... Обязательная часть декрета, которую в любом случае должен отгулять партнер вне зависимости от пола. А дальше вот оставшуюся необязательную, его распределяют уже по своему услугу. Так вот, пока ты в декрете находишься, ты получаешь, вне зависимости от того, работаешь ты, не работаешь, ищешь ты работу или нет. Ты получаешь пособие, собственно, по уходу за ребенком. Плюс, если ты заболел, то базовые какие-то... базовые вещи здесь также страхуются государством. То есть у тебя не будет такой ситуации, что ты заболел, и у тебя нет денег, банально, чтобы сходить, не знаю, к терапевту. Это вполне себе решается страховкой государственной. Но, конечно, если нужны какие-то более уникальные, более специфические, со здоровьем манипуляции, то на это люди приобретают уже страховки платные, дополнительные. Ну и чаще всего это дает работодатель. Собственно, так в нашем случае тоже. Я тут еще вспомнил еще один пункт, про который я хотел рассказать. Я что-то совсем забыл про это, запамятовал. Про IT-бэкграунд, собственно, и работу здесь. Собственно, прелести работы здесь. Чем работа в Швеции отличается от работы в России или, там, не знаю, где-нибудь, может быть, в Азии каким-то своим подходом. Во-первых, здесь очень-очень-очень-очень много IT-компаний разных. Ну или IT-related компаний. Во-первых, Швеция известна тем, что здесь очень много различных производств. Здесь находятся такие большие гиганты, как Volvo. Здесь есть Ericsson, который занимает стандартизацией многих интересных вещей. В том числе 5G, насколько мне известно. Они в том числе прикладывали руку к этому стандарту. Здесь есть очень много игровых студий. Здесь есть всем известный Sparify. Много различных сервисов. Здесь вообще не проблема найти работу программисту. И более того, среди населения есть явная нехватка этих специалистов. Рекламу этой работы можно найти даже в метро. То есть я помню довольно интересную загадку. Я ехал в метро, смотрю, а напротив постер. Вот у тебя тут кот что-то делает, написан на листочке. Вот если поймешь, что он выведет на экран, вот тебе ссылка, переходи, подавай свое резюме. Там прям даже так настолько швыряются рекламой. В Швеции особенный подход к работе. Очень ценится work-life balance. Как бы швед, он, если отработал 8 часов, он такой, все, до свидос, меня нету до завтра. Как бы даже не пытайтесь мне писать. Очень сложно уволить человека с работы. То есть как бы, если там, я не знаю, в лучшем случае с тобой сначала попробуют поговорить, как бы понять ситуацию, а потом уже какие-то эти действия проводить. Плюс здесь очень много различных объединений. Union, забыл, как по-русски-то правильно сказать. Профсоюз. В который можно вступить. И они тебе какую-то сверху денежку будут выплачивать, если ты, например, недавно был уволен. Как бы там, в размере нескольких зарплат. Ну и плюс работодатель тоже может этим отличиться. Вот. Примерно так. Право в такую. В сторону вопроса. Касательно денег, на самом деле, я еще, говорю, хотел добавить, может быть, чуть-чуть по-другому высказать. Я не могу говорить, конечно, за все профессии, за всех специалистов, которые здесь есть, но вот для среднестатистического, фактически начинающего айтишника, я работаю в коммерческом сегменте только чуть больше года. И по моему офферу, по моей зарплате, в сравнении с российской, да, если смотреть абсолютные цифры, я там даже по текущему курсу, не говоря о курсе, там, до 24 февраля, цены на продукты, на услуги, они большие. Но зарплата здесь несоизмеримо больше, чем предлагают в России на тех же условиях условно. Поэтому на самом деле, в каком-то плане жить здесь дешевле, как это ни странно. При этом лучше. И единственное, что в этом очень сильно выбивается, это транспорт, общественный транспорт. Ну, на самом деле, со слов коллег, которые приехали сюда на машинах, собственную машину иметь тоже дико дорого, потому что бензин здесь, в отличие от России, действительно дорогой. В России он копеечный по местным меркам. Но и общественный транспорт. Да, есть аналог ежемесячного проездного, который даже имеет льготные цены, но для этого нужно быть именно студентом, там, условно, или старше 55, по-моему, лет. А обычные цены на месяц – это 900 крон. А что такое 900 крон? 900 крон – это примерно две недели ходить не в самое дорогое, не в самое дешевое заведение на ланче, на бизнес-ланче. Это взять себе домой какую-нибудь нормальную кофемашину. Вот транспорт здесь, да, транспорт здесь дорогой. Притом, на самом деле, казалось бы, может быть, нет смысла такое брать, но одна поездка, которая… Один билет, который действует полтора часа, стоит 39 крон. Вот это намного, намного больше, чем даже в соотношении с доходом, с зарплатами, чем в России. Транспорт здесь дорогой. Даже дороже, чем в Нью-Йорке, по-моему. Ну вот, это еще, это цена, это, например, три месяца ходить в спортзал какой-нибудь очень хороший в центре, как вот недавно выяснилось. Ну вот, это, наверное… Абонемент на три месяца тоже 900 крон. Вопросы? Вопросов нет. Ну, соответственно, передаю слово к самой интересной части про Гонконг. Скажем так, я немножко добавлю про Швецию. Конечно, вам это, наверное, слушателям в текущем не очень актуально, но вот фраза про зарплату, она была не совсем верной. Потому что я отказался от этого оффера. И я сменил работу в итоге. И одной из причин были деньги. Потому что мой оффер, он по курсу рубля до 23 февраля он был на 10% выше, чем я получал в России. А по нынешнему курсу он даже ниже существенно, чем я получал в России. То есть, например, ну я не помню сейчас этой ссылки, если вы захотите рассматривать Швецию, вы, конечно, найдете калькуляторов налогов. Налоги там очень своеобразные. И если, например, взять то, что считается, ну, весьма хорошей зарплатой сеньорного специалиста в IT, то есть где-нибудь 60 тысяч крон, то на руки вы будете получать 40 тысяч крон. Ну и где-то больше 50% будете отдавать на проживание просто. А если вы выбьете каким-то образом то, что мне вот местные русскоязычные коллеги описывали как просто космическую зарплату в 80 тысяч крон, на руки вы будете получать 50 тысяч. В общем, лучше в Швеции иметь собственный бизнес, я думаю. Ну это да. Если хочешь здесь получать много денег, то это должно иметь все-таки свое дело. наемно-рабочим здесь сложно сильно оторваться, скажем так. А еще лучше это делать в Финляндии, потому что в Швеции очень строгое законодательство, и Финляндия, оно чуть полиберальнее на плане для бизнеса. Саш, мой поинт был скорее не в том, что там сильно много платят, что здесь можно быть богатым. Мой поинт был в том, что при уровне жизни, который ты хочешь получать, ты будешь на это тратить меньше. Ну, я имею в виду при том же уровне, допустим, как в России, ты будешь тратить на это меньшую часть зарплаты скорее, чем в России. Ну, в моем случае было все наоборот, но да, наверное, для молодых специалистов все лучше в этом плане гораздо. Вот. Ну и еще один минус, который был для меня минусом, это то, что в Швеции без шведского языка можно найти работу IT-специалиста, но вряд ли какую-то еще. Ну, по крайней мере, это то, что мне говорили. Да, это правда. Опять же, тамошние русскоязычные люди, поэтому, если вы приезжаете не один, а ваш супруг, например, или партнер не IT-специалист и не знает шведского, то, возможно, он не сможет найти работу. Либо ему придется выучить шведский, на что уйдет несколько лет, а затем еще пройти курсы местной переподготовки, потому что они далеко не всех специалистов принимают к себе просто так. Вот. Но если вы IT-специалист, то все хорошо. Вот. И, кстати, с животными туда тоже можно переезжать, но вот с жильем будет посложнее. Нет, кстати, по поводу животных нас очень сильно пугали зачем-то наши товарищи, ты сам знаешь, какие у нас квартиры с животными, у нас 90% предложений было с животными. Я так понимаю, это просто была ложная посылка от этих чуваков, которые просто не знали, как это стоит на самом деле. Так что с животными здесь нет проблем. Ну да. Вот. А я могу, собственно, рассказать про то, что выбрал я. Я тоже переехал. Я переехал в Гонконг. И это было, конечно, не совсем простое, наверное, решение. Но переехав сюда, я понял, что я зря этого не сделал раньше. Я представлял себе Гонконг совершенно по-другому. Но начну сначала. Ну, Гонконг это специальный регион Китая. То есть формально здесь свои законы, не китайские, хотя они подчиняются условно Китаю. Несколько лет назад Китай попытался это изменить и начать приводить все к общему знаменателю. Ну, вы, наверное, помните это происходило в 19-м году. Тут были массовые протесты. Фактически каждый седьмой гонконгец вышел на улицы. В России такое сложно представить. В общем, тут были массовые беспорядки. Ну, а потом случился ковид, и это все замяли. Так что сейчас даже ходит конспирологическая теория, что Китай сделал ковид, чтобы подчинить Гонконг. Ну, это вряд ли. но тем менее, пока еще здесь законы совершенно не китайские. Здесь работает Facebook, прочие сервисы, которых в Китае нет, но население, оно этнические китайцы. Это тропики, это Юго-Восточная Азия с тропическим климатом. И я, например, как человек жару нелюбящий, я был уверен, что я здесь буду страдать от климата, а также от всяких ползучих, летучих гадов, которые меня пугали и тому подобное. Однако я здесь живу уже два месяца и упорно отказываюсь страдать. В общем, в этом плане все оказалось гораздо позитивнее, чем я думал изначально. Гонконг с удовольствием привлекает иностранных специалистов, если это квалифицированные специалисты. Я не знаю точно, смотрит ли иммиграционная служба на уровень образования или нет. Это к вопросу законченного высшего образования или незаконченного. Не знаю точно в этом плане. в связи с ковидом из Гонконга уехало огромное количество экспатов. Потому что в Гонконге, как и в Китае, но сейчас уже мягче, очень суровое отношение к ковиду. Здесь это, наверное, один из главных минусов. Здесь все носят маски везде. Даже двухлетние дети в детском садике постоянно носят маски и снимают их только чтобы поесть. Если ты этого не делаешь, то тебя ждет суровый штраф. Ну, если, конечно, тебя поймают, потому что иногда на улицах я встречаю людей без масок, но не в центре. Плюс еще год назад если ты сюда прилетаешь, то ты три недели должен был просидеть в карантине, в отеле, в маленьком номере. сейчас это ограничение полностью сняли и тебе нужно только ПЦР-тест это делать. Ну, вот я прилетел в середине сентября и только три дня просидел в отеле, а сейчас вообще не надо сидеть. В общем, огромное количество экспатов отсюда уехало. с этим здесь во-первых спрос на специалистов приезжих, он сейчас высокий, стало проще во всяких интернациональных школах и садиках, куда раньше было сложно попасть, что они прям сами за тобой бегут и просят пойти в этот садик или школу, например, ну, не тебя, естественно, твой ребенка. Плюс здесь, в отличие от европейских стран, сейчас все очень хорошо с жильем. Ну, кроме одного нюанса, про который я сейчас скажу, то есть здесь предложение на рынке жилья превышает спрос. Ну, я уже не помню, сколько предложений я видел в Стокгольме, когда я там смотрел квартиры, но это, наверное, были, может быть, в пределах нескольких сотен, то в Гонконге это, ну, тысячи, если не больше. такой Гонконг, это несколько островов и кусочек материка. Дальше на материке идет граница уже с Китаем, там, Шэньчжэнь и все такое. Есть несколько таких густонаселенных районов, но есть менее густонаселенные районы. Традиционно местные жители и классические экспаты, они почему-то все любят селиться в густонаселенных районах, особенно поближе к центру, но на самом деле здесь до самого дальнего уголка ехать на общественном транспорте может полтора часа от силы. То есть, в принципе, это регион тоже достаточно маленький. Здесь очень не хватает программистов на языке C++. может быть, это вам будет релевантно. Другие языки здесь есть, и хотя спрос на специалистов все равно есть, неквалифицированных, но не такой сильный. C++ у меня постоянно спрашивают, не могу ли я кого-нибудь еще порекомендовать. Здесь почти не обучают C++ в местных университетах. Кстати, здесь семь университетов, и пять из них входят в сотни лучших мировых университетов. Здесь достаточно сильное и престижное высшее образование, причем оно идет на английском языке, а не на китайском. Чтобы жить здесь не обязательно знать китайский язык, хотя иногда это немножко мешает. Здесь с языками не все так хорошо, как наверное в той же Швеции, но я китайский не знаю и в общем живу нормально. Иногда бывает просто сложно с кем-то пообщаться, скажем, мне нужны были колеса для детской коляски, а старые я не мог снять, поэтому я пошел в веломастерскую и там меня поняли в итоге, что я хочу. Ну да, бывает, что встречаешься с тем, кто не очень хорошо знает английский. Здесь действительно жарко. Вот сейчас наступил суровый ноябрь и на улице плюс 23 градуса. Мне уже даже как-то зябко выходить в такую погоду. Ну вот на следующей неделе вообще обещают наступление суровых холодов до плюс 15 градусов температура должна опуститься. Это вот для местных это прям вообще жесть какая-то. Зима, зима, зима. Но надо сказать, что здесь нет в принципе такой штуки, как отопление домов. То есть тут про это не знают, что это такое, поэтому, естественно, зимой дом становится холодным. Ну, я еще этого не испытал, но мне другие мои бывшие русскоязычные коллеги об этом рассказывали. А вот от жары я особо не пострадал. Сентябрь в этом году был очень жаркий, когда я прилетел, тут было плюс 35 градусов. Ну, здесь также высокая влажность, естественно, то есть это тоже такой морской климат, как в Питере. Были, кстати, тайфуны, но не очень часто. но здесь все знают, что такое жара и умеют с этим бороться. Поэтому здесь во всех помещениях здесь прохладно, даже иногда холодно бывает, когда на улице жарко. При этом по улице нужно ходить очень много, только если ты этого хочешь, именно походить по улице, потому что здесь много крытых всяких переходов, здесь активно используется многоуровневая архитектура, поэтому на улицу вот именно под открытое небо выходить нужно не очень часто. Здесь очень развита система метро. Метро здесь мне очень нравится, оно удобное, то есть оно очень разветвленное, но при этом нет всяких таких исторических особенностей, как в комнате метро Лондона или Нью-Йорка, где еще запутаны какие-то ветки странные, тут все очень понятно. Здесь вся официальная информация дублируется на английском, то есть английский для них был долгое время вторым официальным языком, и хотя уже 25 лет, вот в этом году они праздновали 25 лет воссоединения с Китаем, хотя сами гонконгцы похоже не очень радостно это праздновали, но по-прежнему английский язык он есть везде, но не все им достаточно хорошо владеют, все надписи в общественном транспорте, там еще где-то, они все дублируются на английском языке, я с этим проблем не испытываю, метро мне здесь кажется гораздо более понятным и удобным, чем например в Москве практически везде например на станциях есть лифты если ты идешь с коляской там куда-то то ты на лифте поднимаешься не на каких эскалаторах и тем более ни по каким лестницам ты никуда не поднимаешься ну бывают небольшие исключения на некоторых старых станциях но это скорее исключение плюс здесь есть всякие автобусы разного вида есть какие-то смешные двухъярусные трамвайчики на которых мне все советуют покататься просто как для развлечения машины здесь очень дорогие и точнее не сами машины вот тут недавно я видел в группе экспатов объявление что девушка продавала свой мини-купер за ту же сумму которую я плачу в месяц за аренду моей квартиры ну мини-купер там 2008 года два владельца 40 тысяч километров пробега ну вот за смешные деньги в общем-то но все говорят что машины здесь очень дорого владеть и не только потому что там топливо дорогое или всякие государственные поборы за машину высокие хотя вроде как они тоже относительно высокие но самое дорогое здесь это земля из-за этого здесь также очень дорогое жилье то есть его много но оно дорогое это наверное вот самая такая суровая статья расходов и многие экспаты жалуются особенно приехавшие из Британии что здесь им приходится жить в спичном коробке ну я бы с этим поспорил но да особенно если вы хотите жить поближе к центру то жилье будет либо очень дорогим либо достаточно маленьким и здесь в принципе другой немножко подход к жилью то здесь нет больших комнат даже если квартира большая по площади в ней будет много маленьких комнат обычная спальня которая тут есть разделение как во многих западных странах на мастер бедром и просто бедром вот обычно не мастер спальня это где-нибудь там 2 на 2 метра или 2 на 2 с половиной метра ну это действительно мало ну а мастер бедром это будет 3 на 3 метра например ну то есть 10 квадратных метров на спальню он считается очень много ну гостиная чуть побольше но гостиная здесь обычно это прихожая гостиная столовая все в одном если вы хотите как-то больше простора в жилье то вам будет сложно то есть это вам уже надо будет дом снимать или еще что-нибудь такое если не очень далеко то ну нужно быть не программистом а каким-нибудь успешным банкиром наверное чтобы это себе позволить здесь есть свои доллары гонконгские и они примерно в 7,5 раз ниже чем доллар США ну в рубли надо переводить примерно умножать гонконгские доллары на 8 чтобы получить рубли вот с того сайта который Ваня вначале публиковал про медианы зарплат я вот вижу что они считают что медианная зарплата программиста это где-то 600 тысяч в год ну то где-то получается 50 тысяч в месяц надо сказать что в финтехе для C++ программистов зарплаты сильно выше ощутимо выше лет наверное раза в полтора ну я вот не уверен как это будет для молодых специалистов но я думаю что для них это тоже должно быть выше если вот именно финтех и C++ про другие области и про другие технологии я точно не скажу при этом я плачу за квартиру получается 59 квадратных метров то есть это две спальни одна такая кухня гостиная и два туалета я плачу 20 тысяч за интернациональный садик для своей дочки я плачу 9 с половиной тысяч столько же стоит здесь новенький macbook air в базовой комплектации то есть здесь немножко другие цены они по-другому распределены и это немножко непривычные изначально то есть техника здесь кажется что она стоит очень дешево ну на самом деле она стоит не очень дешево но существенно наверное дешевле чем сейчас в России а вот услуги особенно если это что-то для экспатов или жилье это все стоит дорого но прокомментируй про налоги просто наверное интереснее это сравнивать когда знаешь налоги сколько да да сейчас налоги здесь несравнимо ниже чем в Европе то есть предельный налог здесь по-моему 15% здесь тоже прогрессивная шкала и здесь учитывается много очень факторов тут на каждого человека выделяется какая-то сумма с которой с него налоги не берут то есть это как бы такое удовольствие на жизнь по-моему что-то 240 тысяч в год гонконгских долларов это вот не облагается налогами если у тебя как бы есть зависимые люди то есть которых ты кормишь то их удовольствие включается вот в твою не облагаемую налогом базу поэтому сначала когда я там рассматривал еще пытался обсудить релокацию внутри моей предыдущей компании в ITVT и в ITVT тут зарплаты не очень высокие сравнительно поэтому по тем зарплатам у меня получалось что налоги с учетом того что у меня жена и двое детей практически нулевые оказывались для меня чуть выше нуля но поскольку в итоге я сменил работу и сейчас я работаю в соседе генераль в жирном банке и зарплата там другая ну это будут уже не нулевые налоги но все равно абсолютно несравнимые с европейскими налогами плюс тут всякие есть еще схемы вычетов за аренду жилья там есть схемы вычета налогов еще там за что-то такое есть медицинскую страховку дополнительно покупая что тоже тут будет налоговый вычет вот поэтому налоги здесь конечно совсем другие они практически российские зачастую даже лучше российских то есть вот по полной те самые 15 процентов наверное ты будешь платить если ты один человек никого не кормишь и ты успешный программист ну или еще кто-то более успешный Саш а не подоходные налоги а там например НДС какой-нибудь сильно заметим по-моему НДС здесь вообще нет вроде как то есть не бывает такого что допустим ты пришел куда-то набрал себе не знаю товаров каких-нибудь продуктов а потом выясняется то что на самом деле ты больше должен заплатить нет нет тут все что написано то и платишь тут все в этом плане очень прозрачно насчет других расходов ну вот на жизнь пока что мы еще не очень обустроились не оптимизировали нам свои расходы ну наверное вот просто на всякие повседневные расходы за два месяца у нас ушло 50 тысяч но вроде как это можно уменьшить и в месяц тратить тысяч 15-20 конечно много но терпимо особенно если у вас нет детей потому что дети здесь дорого тут есть прямые расходы на детей вот как например интернациональный садик ну вообще я хотел отправить дочку в местный садик и пусть она учит китайский но она вот вцепилась к сожалению попала на экскурсию в этот садик когда у нас от релокационного агентства была обзорная экскурсия и сказала что она вот больше никуда не пойдет только сюда ну пришлось согласиться и платить деньги ну вот интернациональные садики то есть где скорее всего обучение будет либо на английском либо на другом языке вот например по соседству есть французский садик там на французском обучении плюс уроки китайского но к сожалению не местного потому что тут есть тут есть местный китайский кантонский а в большом китае другой китайский мандарин и это немножко разные языки вот ну обычно вот в таких интернациональных школах там учат дополнительно еще мандарин вот садик стоит порядка 9-12 тысяч в месяц за интернациональную школу надо заплатить будет скорее всего побольше 15 тысяч ну и дальше практически до бесконечности плюс со школами здесь есть такая подстава что в некоторых школах интернациональных я имею ввиду поскольку они все частные естественно в некоторых есть такое понятие как взнос который ты должен занести пачку денег и в некоторых школах ее тебе отдадут когда твой ребенок закончит обучаться в этой школе а в некоторых школах тебе дадут право продать свое место кому-то другому а в некоторых школах просто не отдадут и вот эта вот пачка денег она может быть 60 тысяч может быть 120 тысяч может быть 500 тысяч может быть миллион гонконгских долларов ну здесь очень как и в России огромный разброс доходов То есть минимальные доходы тут где-нибудь тысяч пять в месяц. Как на это жить, я не очень представляю. Максимальные доходы, я не знаю какие. Судя по ценам в школах, они могут быть очень большими. Ну, если, например, нет детей, то такой проблемы и нет. Как, насколько был легкий процесс оформления? Ну, у меня где-то ушло, наверное, две-три недели на собеседование. Как это все получилось? Собственно, один мой бывший коллега отправил ко мне своего рекрутера. Тут есть куча рекрутинговых агентств, которые профессионально занимаются наймом сотрудников, в том числе из-за рубежа. Самих сотрудников они не берут денег. Они берут денег с работодателя. Ну, и они берут какой-то процент от зарплаты. Поэтому, конечно, они больше заинтересованы в сеньорных специалистах. Но, в принципе, если вы хорошо программируете на C++, и если, особенно если у вас есть хоть небольшой опыт, то, возможно, они вами тоже заинтересуются. И если у кого-то возникнет интерес, я могу вас отправить к рекрутеру, который со мной общался. Он начал меня отправлять в разные компании. То есть он прямо действительно борется за этот процесс. Ну, поскольку он за это деньги получает. И где-то, наверное, возраст в СССР, ну да, они чуть оказались побыстрее. Там три раунда собеседования, и, в принципе, я получил предложение. Ну, возможно, для молодого специалиста все будет немножко посложнее, но я думаю, что это тоже возможно. Далее что происходит? Вы принимаете предложение, подписываете контракт, и они начинают процесс оформления для вас визы. То есть компания выступает спонсором для вашей визы, может быть, они наймут агентство по оформлению визы, может быть, нет. Но как это все происходит? Вы собираете документы, в моем случае это был, по-моему, паспорт, диплом об образовании, справка с предыдущей работы, что я не просто кто-то, а действительно я специалистом со стажем, все такое. И, по-моему, все. В какой-то момент вам нужно почтой отправить бумажку, подписанную вами, и фотографию физическую. Вот сейчас, может быть, в России с этим могут быть какие-то проблемы, поскольку я отправил DHL, а сейчас вроде бы DHL уже совсем предотвратил работу в России, но не знаю точно. И на этом ваше участие заканчивается. А дальше документы попадают в иммиграционную службу, и у них есть, ну, я не знаю, насколько это жесткий дедлайн, но мне говорили, что у них дедлайн 6 недель. Мне оформили визу за 3 недели. И виза присылается по электронной почте. Вы ее распечатываете или просто на смартфоне сохраняете, чтобы потом показать при въезде миграционному офицеру. И на этом все. Вам не нужно никуда ехать, не сдавать никакие отпечатки пальцев, ничего. Вы это можете делать из любого места на звеном шаре, в принципе. Главное, вот, отправить по почте подписанное заявление, и все. И потом, ну, это, собственно говоря, формально вам присылают разрешение на въезд. Он действует полгода. То есть я бы мог потом полгода еще ждать, прежде чем въехать. Дальше следующее. То есть получение визы, по идее, оно очень простое. Не знаю, как это будет в случае менее опытных специалистов. Дальше главная сложность, это, собственно, приехать сюда. Ну, поскольку всем известно, что сейчас из России трудно куда-то выехать. Ну, если у вас нет разрешения на работу в Евросоюзе, вы можете автобусом в Финляндию выехать. Ну, пока что это еще можно делать. И, в принципе, лететь можно от 16 часов и до 50 часов. При этом цены, ну, если вы готовы лететь эконом-классом, то, ну, наверное, тысяч 50-70 рублей на человека билеты стоили. Ну, по крайней мере, это было два месяца назад. Может быть, сейчас все опять изменилось в очередной раз. Не знаю. Я летел турки Шейером, и они даже у себя на сайте тогда приняли оплату карты НИР. Так что мне не нужно было даже никакими посредниками сомнительными пользоваться. Дешевле были только, по-моему, узбекистанские авиалинии. Но там две пересадки в, соответственно, в Узбекистане и, по-моему, в Корее. И долго лететь. Ну, вот турецкими авиалиниями лететь 20 часов. Из них 6-7 часов вы тусуетесь в Стамбуле. Ну, если вы вдруг раскошелитесь на бизнес-класс, то вы там еще и бесплатно тусуетесь в уютном бизнес-зале, где, может, можно даже поспать. То есть, в принципе, это, конечно, недешево, но это возможно. Получается, один перелет был 3 часа, а другой 10 часов. Где-то вот так получилось. Или там чуть побольше, примерно так. В самом Гонконге тут будут всякие, до сих пор еще некоторые сложности с ковидом. Они очень боятся ковида. И хотя они смягчают ограничения, но куча всяких тестов надо будет делать. Вот мне там пришлось сразу ПЦР-тесты сделать для всех старше 2 лет. Для младше 2 лет выдают баночку для анализа кала. Ну, в таком духе. Плюс там еще РАД-тесты. Но ничего страшного, карантина сейчас нет вообще. Просто надо будет еще несколько дней ПЦР-тест сдавать. Прививки не спрашивали? Нет, прививку, конечно, надо сделать от ковида. Но спутник подходит. Ни одна другая российская не подходит, спутник подходит. И тут, чтобы быть совсем свободным человеком, нужно либо 2 укола, чтобы было сделано в последние 6 месяцев, либо, если 2 укола были сделаны раньше, то сделать еще 3 укол. Ну, то есть, как бы бустер еще поставить и все. Причем, что важно, если делать спутником, то нельзя ни в коем случае делать спутник лайт. Потому что спутник лайт на сайте, на госуслугах, на сайтах Роспосреднадзор, он называется по-другому. Хотя, фактически, это тоже первый укол спутника. Но поскольку его назвали по-другому, в Гонконге это не примут как спутник. Не примут как одобренную вакцину. Надо делать обычный спутник. И освобожденные от этого, по-моему, дети... А, ну, дети были освобождены. Ну, сейчас здесь уже детям делают прививки от ковида, начиная с 6 месяцев. И если там, например, ребенка хочется отправить в какую-нибудь секцию, то надо будет сделать прививку. Еще, если отправить ребенка в садик, в школу, то надо каждый день делать быстрый тест, который надо покупать при этом, к сожалению. Но они не очень дорого стоят. И это, в принципе, развлечение на 20 минут. Ну, вот маски, да, это, наверное, сейчас все еще главный минус в плане ковида, что надо носить маски. Но, честно говоря, я к этому быстро привык. Я, в общем-то, и в России старался носить маски, пока их не отменили. Ну, здесь, да, ношу маску. Чтобы где-то поесть, нужно поставить на телефон специальное приложение, куда загрузить свой привычный, ну, непривычный, если что-то немножко сложнее. Тут много вот с ковидом связано всяких манипуляций, но есть хорошие инструкции про это. В принципе, можно разобраться. В общем, надо фотографировать QR-коды, показывать всем свой правильный QR-код, что ты одобренный человек, у тебя есть вакцины, все такое. Ты прошел все въездные этапы и все такое, и имеешь право ходить в едальнюю. Ну, в остальном нельзя сказать, что как-то ковид тут давлеет. Да, многие местные его боятся, носят по две маски на лице, плюс еще поверх обычных очков носят защитные такие очки. Некоторые носят вообще такие щитки лицевые. Местные родители надевают эти лицевые щитки даже новорожденным детям. Ну, вот у меня один ребенок, ему один год. Я никакой маски ему не надеваю, но меня никто не останавливал, не штрафовал. Но с двух лет уже надо будет маску надевать, как я понимаю. А так они все постоянно протирают спиртом. Всякие команды уборщиков улиц, они ходят в таких жутковатых балахонах защитных, во всяких этих на голове у них защитные штуки. Выглядят сыровые, но они просто моют улицы при этом. Ну, в карантинном отеле было забавно, но карантинные отели отменили. Там тоже к тебе приходили такие космонавты в полном обмунировании, чтобы взять очередной ПЦР-тест. Но это все уже прошлое. Надеюсь, обратно не будут ничего вводить, поскольку, кажется, до администрации Гонконга дошло, что это им вредит. И они взяли курс на смягчение этого всего. И даже вот провели тут недавно какой-то спортивный чемпионат по регби, по-моему. Там, где все дерзко сидели без масок и очень раздражали материковых китайцев при этом. Сейчас в новостях пишут, что на материке очень китайцы протестуют и показывают, что вот эти сволочи в Гонконге масок не носят. В Китае все до сих пор все очень сурово с ковидом. И, возможно, они уже ковид используют уже как такой политический инструмент. Насколько я понимаю, сейчас в Китае без особых оснований туристу уже не въехать. Архитектура. Здесь дома очень высокие в основном. Сейчас я даже покажу несколько фотографий. Если мне позволит у компьютера, так, ну, там не позволит, к сожалению. Ну, ладно. Тут норма поэтажности это где-нибудь 30-40 этажей. Есть немало жилых домов, 70 этажей. То есть я и в таких тоже смотрел квартиры. Когда выходишь на балкон на 70 этаже, ну, ощущение немножко интересное. И смотришь вниз при этом. Нельзя сказать, что здесь как-то вот этот урбанизм давит. То, что некоторые, кто сюда переехал, меня пугали, опять же, что здесь в центре все очень плохо. Ты там не захочешь жить. Что единственное место для жизни это вот специальный район для экспатов, который на отдельном острове находится. Ну, я приехал и не ощутил этого. В принципе, ну, город здесь в центре такой достаточно оживленный, напряженный. Но после Питера не воспринимаешь это как что-то странное. Ну, здесь есть некоторые нюансы какие-то другие. Например, тут пешеходы должны всем уступать, а не наоборот. То есть только если вот тебе загорается специальный зеленый светофор для пешеходов, то тогда как бы тебя не задавят. А так вообще ты должен смотреть и уступать и машинам, и велосипедистам, и тем более трамваям. Но при этом все переходят где угодно. Машин здесь гораздо меньше. Ну, видимо, потому что это дорого, чем в Питере в том же. Но водят тоже достаточно стрёмно, наверное, как и в Питере. Ну, только вот скорость не превышает, так как в Питере. А так, да. В такси никаких детских кресел нету. Хорошо еще пристегиваться надо. И водят таксисты, ну, так, немного лихо. Когда ты едешь с детьми, без детских кресел особенно. Но я в основном пользуюсь метро. Очень удобно. То есть если как бы не забираться с жильем совсем куда-то в странное место, вот как в тот же район для экспатов, откуда надо на пароме быть до центра, или сначала ехать там на автобусе в другой район, и там уже садиться на метро, которое уже тебя довезет до центра, то просто выбираешь, где жить неподалеку от метро, и все хорошо. Что тут еще можно сказать? Здесь нет посудомоечных машин, что меня совершенно убивает. Вместо этого здесь живые посудомойки. То есть ты за пять тысяч в месяц берешь себе в дом филиппинку живую. И она 14 часов в день, 6 дней в неделю, моет тебе полы, ходит за продуктами, моет посуду, отводит твоих детей в школу, из школы. Это, в общем, вот мне рассказывают, что местные китайцы, прямо вот их так эксплуатируют 14 часов в день, 6 дней в неделю. По воскресеньям у них выходной, плюс ты им оплачиваешь еще медстраховку какую-то базовую, и оплачиваешь раз в год отпуск. Ну, то есть это получается, конечно, дороже, чем пять тысяч в месяц в итоге, но не сильно дороже. Но она должна жить в твоем доме, в твоей квартире. Меня, например, это сильно напрягает. Я пока не рассматриваю такую опцию, поэтому приходится вот с посудой мыть руками, что, конечно, грустно. Далее от дворецки получается. Да, причем условия для ее проживания, они совсем нам непривычны. То есть ее селят в чулане. В этом чулане должно быть окно, но неважно, прозрачное окно или нет. То есть я видел квартиры, где есть вот такой чулан специально для вот этих вот домработниц, так скажем. Их тут хелпер называют. Но я бы туда кошек не поселил, честно. Но они живут. Что значит непрозрачное окно? Оно заклеено матовой пленкой. Чтобы свет был. Да, чуть-чуть света, и, наверное, оно открывается все-таки, чтобы, может, там было воздух углотнуть. И все. В некоторых квартирах, которые там уже трехспальные считаются, там вот этот чулан, в нем еще и мини-туалет с душем есть. Ну да, своеобразно. Вот. Ну, действительно, похоже, тут совсем другое отношение к жилью и к пространству. Потому что у нас в офисе уборщицы сидят в шкафу. То есть приходишь на кухню, и из шкафа слышишь разговор. Из маленького шкафа, ну вот как по размерам, ну, большой холодильник, наверное, в России, да. Оттуда вдруг выходят три уборщицы. И начинают там что-то делать. И там говорят тебе по-английски там «Здравствуйте, сэр». И все такое. Ну да. Это своеобразно. Вот у меня, например, офис на 37-м этаже. Отличные виды на гору. Жить необязательно в таких домах высоких. То есть в итоге я снял квартиру в таком более дорогом районе, который чуть удаленный. И тут дома, ну, 20-30 этажей. Где-то так. Ну вот из окон виден следующий район, который уже более китайский, но в котором в итоге оказались цены такие же. И там все башни по 70 этажей. Ну вот такие вот более-менее новые жилые комплексы, они, конечно, не похожи на то, что есть в России. То есть это уже называется, как-то модно, опять же, в России стало про очень дорогие дома говорить. Клубные дома. Тут есть охрана, тут не пускают посторонних. Тут есть всякие бассейны для тебя, какие-нибудь сауны, зоны барбекю, там еще что-нибудь такое. Я всем этим еще не успел воспользоваться, поэтому точно не знаю. Но да, тут вот если не считать очень маленькой площади квартир и комнат особенно, уровень комфорта, наверное, повыше. Ну и деньги ты платишь немалые. Если это не нужно, ты можешь снять что-то немножко другое, возможно, даже в центре, и быть близким ко всей цивилизации и прочему. И, возможно, даже не так дорого. То есть мне кажется, что какую-нибудь однушку в центре можно снять, особенно если быть непривередливым, то, может быть, там тысячи за двенадцать, где-то так. И мне рассказывают, что вот в более удаленном районе можно снять дом за 30 тысяч, но до этого более удаленного района надо ехать сначала на метро, потом на автобус, ну, либо завести машину. Но зато в этом районе будут крутые пляжи, крутая рыбалка, крутой хайкинг и все такое. Но там недавно поймали пятиметрового питона и поймали, взвесили и выпустили обратно. Потому что питоны здесь считаются очень полезным существом, который регулирует популяцию кабанов диких. Кабанов я видел, кстати, когда мы ходили в один из буддийских монастырей и там перегнулись через ограду, смотрим, там кабаны ходят и обезьяна мимо проскакала. Но вообще, я человек очень южный и мне здесь, на удивление, оказалось комфортно. Единственный раз, когда я увидел паука, это было, когда мы пошли на пляж и я где-то в кустах, в отдалении увидел большого паука, ну да, с мою ладонь. Но он занимался своими делами, мы шли по своим делам, мы никак не пересеклись. Тут я даже практически насекомых привычных нам не встречаю. То есть пару раз комар залетел, хотя много зелени вокруг, ну там, где я сейчас живу. меня пугали всякими гигантскими летающими тараканами, которые залетают на девятый этаж, в окно. Я ни с чем такими не столкнулся. Может быть, вот на том самом специальном районе для экспатов, где зелени еще больше, может быть, там действительно такое встречается. Не знаю. Мне здесь оказалось, на удивление, очень комфортно. И как-то вот культурного шока особого не возникло. То есть где-то через пару недель я уже полностью адаптировался, радостно ездил в местном метро. Китайцы, кстати, здесь, не знаю, то ли здесь, то ли в принципе китайцы, они очень медлительные. И я всегда хожу быстрее них. Они у меня путаются под ногами вечно. Но, к счастью, здесь вот на эскалаторах все очень четко стоят с одной стороны, а по второй стороне ты можешь идти вверх или вниз. Тут вообще как-то все стараются правила соблюдать. Ну вот в метро не очень в середину вагона проходит, что раздражает. Все столкятся при выходе. И тут еще давок таких нету, как в Питере в час пик. То есть тут не принято вот набиваться совсем. Китайцы лучше останутся, будут следующий поезд ждать, что раздражает там. Ты видишь, что середина вагона свободная, они столкились у выхода, и больше туда никто не входит, а ты вроде как в очереди туда стоишь. Потому что здесь везде, тут принято в очередях стоять. То есть тут не принято подрезать. Например, если ты приходишь в едальню, то там, возможно, ты постоишь в очереди сначала на улице. поскольку здесь все ходят обедать в одно время, то есть с 12 до 2 часов, то есть все идут на обед. И если едальня нормальная, то туда выстраивается очередь на улице. И это очень забавно, что там специальные люди в этой едальне выходят периодически, смотрят, ага, сколько у вас, так, столько, а вас столько, ага, так, пойдем, пойдем, выцепляют тебя из очереди, ведут, сажают там на место, и все такое. Вот это довольно забавно организовано. И вроде как очереди никак не зависят от цен в этой едальне. То есть если эта едальня хорошая для своего уровня цен, то туда будет обязательно очередь. Ну вот с едой был, наверное, и есть небольшой культурный шок, что, конечно, еда здесь немножко другая, но тут наоборот, все русскоязычные, кто сюда понаехал раньше меня, они меня уверяли, что здесь отлично с привычной нам едой, с европейской, точнее, едой. Я с этим не очень согласен, с утверждением. Они говорят, в других южно-восточно-азиатских странах все гораздо хуже. Не знаю, я никогда в тропиках не был, я как-то вот все путешествовал по скандинавским странам, будучи туристом. Поэтому тут, да, немножко странно. Когда я вижу в метро рекламу цветастую такую, где на столе какой-то анатомический театр, чья-то кожа висит, чьи-то внутренности, глаза, там головы, хвосты. И это реклама ресторана. Ну, как-то не очень. Ну вот коллеги китайцы, они водят меня обедать в разные места. То, что более-менее азиатское, ну, в принципе, это можно есть. И это не очень дорого. Ну, в духе, там, 60-80 местных долларов за бизнес-ланч. Но, так, своеобразно. очень много риса, чего я не люблю. Ну, и если вы не хотите есть чьи-то внутренности, то тоже ваш выбор немножко ограничивается. А курицу здесь и, видимо, в окрестных странах, поскольку, я так понимаю, что меня вот в китайскую кухню меня не водят. Меня водят там в какую-то тайландскую кухню, в вьетнамскую. Там, как готовят курицу, отрубают кусок курицы вместе с кожей, ее там как-то вот термически обрабатывают в различных соусах, рубят на ломте и тебе подают. То есть, в одном ломте, может быть, кожа, кости, еще что-то. Я это не очень люблю есть. А более такая привычная еда, она, конечно, дороже. То есть, если такой вот азиатский бизнес-ланч, он на 60-80 долларов, то чуть более европейский, ну, уже там 120-200 долларов. Так что да, с едой продукты можно купить более-менее привычные. И поначалу, когда я ходил в супермаркет, я удивлялся тому, что тут такой же выбор фруктов в супермаркете, как в питерском супермаркете. Говорят, что за вот тропическими нормальными фруктами надо на рынок идти. Ну, я еще не успел сходить на рынок. Проблема, например, с хлебом. Ржаного хлеба нет, я от этого страдаю. или еще что-нибудь такое. Кефира, например. Кефир можно купить, но задорого, то есть где-нибудь 100 долларов за бутылочку кефира. И это еще надо в каком-нибудь специальном магазине из того же экспатского района, например, покупать. То есть у меня поблизости нет кефира. и творога нет. Говорят, где-то можно найти творог в каком-нибудь польском магазине, но опять же этот польский магазин, он далеко. Говорят, даже где-то такое условно кафе русской кухни, я там не был, называется Дача, а есть украинская кухня Иван Казак, я там тоже не был, но говорят, там вкусно и дорого. Борщ за 200 долларов гонконгских. Так что техника дешевле, еда дороже и с привычностью еды, но если готовить дома, то можно готовить что-то более-менее приличное. Морепродукты в принципе нормальные, свежие, если брать, конечно, рыбу, а не что-то более экзотическое. Более экзотическое я не пробовал брать, я как-то еще опасаюсь. Так что в целом здесь на удивление комфортная и не экзотическая жизнь. и что меня радовало изначально, я не знаю, конечно, может быть, это все страшилки, все такое, но здесь все эти военные конфликты в Европе, они очень далеки. То есть для местных это, ну, как какие-то страшилки в новостях. То есть меня спрашивают, о, из России, круто, как у вас там, как летом, минус 20 градусов или как, в таком духе. Ну, а по каким-то геополитическим вопросам, ну, тут все достаточно нейтральные, и морду никто не пытался бить за то, что ты русский. Не знаю, может быть, в Европе на самом деле тоже все хорошо с этим. Ну, я надеюсь, что все хорошо. Вот. Английский язык, вот люди с высшим образованием по-английски говорят нормально. Поэтому, например, если вы идете к врачу, то он с вами поговорит на нормальном английском языке. Вот медсестра, может быть, у нее будет английский похуже. Когда моя супруга пошла прикреплять детей в местную, ну, что-то типа детской поликлиники, тут это называется немножко по-другому, там, типа, центр здоровья матери-ребенка, где в том числе занимаются планированием семьи и раздают, например, презервативы по каким-то там программам, я не знаю точно по каким, вот она попала на какую-то медсестру, которая не очень хорошо говорила по-английски, и у них взаимопонимания не возникло. А я потом сходил и нормально там во всем разобрался, может быть, мне просто повезло с медсестрой. Вот. Ну вот охрана в моем жилом комплексе, они условно говорят по-английски, но с трудом у нас получается взаимопонимание, то есть здравствуйте, до свидания легко, а вот спросить, куда можно картонные коробки от икеевской мебели, тут тоже есть икея, и говорят, что тут цены, вот, когда икея еще была в России, они были примерно на одном уровне. я вот долго не мог поговорить с охранником на тему, куда же картонные коробки вынести, в итоге просто выставил туда же, куда обычный мусор, их забрали на моей жильевичной площадке, я имею ввиду. Вот сейчас проблема большая, мы промахнулись с икеевским шкафом, я точно не померил высоту ниши, куда я его хотел поставить, он оказался на 5 сантиметров выше, в общем, я купил другой шкаф, а этот надо куда-то деть, икея не хочет забирать свой шкаф, поскольку я его уже распаковал, я когда попытался позвонить в какую-то компанию, которая вроде как на сайте обещали забрать старую мебель и при том еще ее продать, они с меня попросили больше тысячи долларов за то, что они приедут ко мне и шкаф заберут, и продавать они его не будут, поэтому пока еще шкаф с нами живет, что очень напрягает, вот, но я надеюсь как-нибудь вооружиться, не знаю, там, гугл транслейт и перевести с английского на китайский и все-таки пообщаться с охранниками и попытаться их убедить, что шкаф новый и в принципе его можно собрать и так-то он стоит денег и может быть они его бесплатно куда-нибудь пристроят, не знаю, но да, так эти вопросы вот избавиться от старой мебели тут может быть проблематично и много всяких фейсбучных групп, где пытаются отдать мебель за бесплатно. Вот один наш бывший тоже ITVT коллега, который приехал в Гонконг тоже самостоятельно и не как даже программист, а как просто продакт-аунер, он очень быстро снял квартиру и обставил ее халявной мебелью за счет этого. Но он правда, да, он умеет так делать, он еще припахал другого нашего бывшего коллегу, чтобы тот ему помог в мебель донести, но в таком тохе. То есть, если, например, вам как одинокому человеку предложил зарплату хотя бы в 50 тысяч в месяц, то вам, по идее, этого должно хватить на нормальную жизнь и снять маленькую, но приличную квартиру и просто прожить и что-то откладывать при этом. Кстати, пенсию надо откладывать, причем часть ее должен работодатель платить, часть вы, потом вы управляете всякими фондами, куда вы это вкладываете, кого-то это очень радует, но сейчас это всех не очень радует, поскольку сейчас финансовые рынки в таком депрессии и сейчас все прибыли минусовые обычно по таким инвестициям. а если вам Гонконг надоест и вы захотите отсюда уехать, вам эту пенсию отдадут просто как деньги, вы с ней радостно уедете в какую-нибудь другую страну, что в принципе через несколько лет возможно будет даже очень приятно сделать. Конечно оставаться и выходить на пенсию в Гонконге я не собираюсь. Жилье, я не знаю как здесь покупают жилье, поскольку купить маленькую однокомнатную квартиру это где-нибудь миллион долларов США и естественно там 8 и выше гонконгских долларов. Я не знаю где взять такие деньги. Ипотеку я не исследовал, поскольку смысла большого нет. В принципе аренда она конечно дорогая, но она не настолько дорогая, чтобы рассматривать ипотеку всерьез. И да, можно в принципе если вы как бы гибко подходите к выбору жилья, то у вас очень много опций в этом плане. Вы можете регулировать цену, удобство и все такое. То есть меня, например, останавливало то, что я должен думать про школы, про садики, про дорогу до офиса. А если кто-то у кого-то удаленный например работа в компании, то вообще без проблем можно уехать в этот далекий красивый район, жить там недорого, наслаждаться пляжами и все такое. Про что я еще хотел упомянуть? Насколько там с легализацией сложных? Ну как, работодатель спонсирует визу, и все зависимые персоны получают такую же визу, они могут здесь работать. Я не знаю как в плане учиться, но в принципе если учиться в государственных школах, то это будет бесплатно. Там есть взносы за школьную форму, тут даже в детских садиках школьная форма везде. Там еще за что-то, но школы государственные будут условно бесплатные, точнее просто бесплатные. Ну со школами тут сложно, но думаю, что присутствующим здесь это не очень интересно. Школа это отдельная большая история. Вот, а прожив тут по такой визе по-моему 7 лет, то есть виза дается на 2 года, потом ее без проблем продлевают, можно сменить работодателя, и тоже это делается без проблем, и собственно когда я получил уже визу, меня там в IT-вите пытались уговорить, они все-таки там, сначала у них была политика всех русских в Стокгольм, но потом они все-таки поняли, что что-то не работает, и уже готовы были меня перевезти в Гонконг, но я уже не стал на это соглашаться, можно было даже на этом этапе сменить работодателя, когда как бы виза только что получена, и в этом никаких проблем нет, через 7 лет ты можешь получить ПМЖ, паспорт получить нельзя, тут надо быть, нужно иметь кровное родство с Гонконгом, чтобы получить гонконгский паспорт, у них отдельный паспорт, не китайский, все еще, да, вроде бы, если прожить здесь достаточно долго, можно получить китайский паспорт, и вот один наш ITVT-коллега, который здесь живет 15 лет, он уже всерьез думает на эту тему после, ну, после того, что он еще в России происходить, особенно после того, как он поехал в командировку в Стокгольм, ему шведы дали визу ровно на эту командировку, хотя раньше давали мультивизу на несколько лет, а его жене не дали визу, сказали, что она предоставляет угрозу для госинтересов Швеции, то есть, вот получить турвизу в Швецию сейчас похоже, что нельзя, ну, я не знаю, если, если смысл в Гонконге оставаться вот прямо вот до упора и выходить на пенсию, мне кажется, что нет смысла, это прикольное место, чтобы пожить, получить опыт, может быть, хочется верить, что заработать денег, поскольку зарплаты здесь могут быть большие, правда, особенно в фентехе, то есть, я сравнивал разные страны, и если не брать Северную Америку, то я не нашел ничего такого, что давало бы такие перспективы по деньгам с медициной здесь, здесь есть государственная медицина, и она бесплатная, есть платная медицина, она сильно платная, есть также страховки, ну, типа наших ДМС российских, и да, обычный работодатель дает тебе страховку, она может быть более щедрая, менее щедрая, вот у меня, видимо, не очень щедрая, и вроде как даже в ITVT более щедрая страховка, если посмотреть, что я вроде бы в стоматологии могу вылечить только там 70% зубов в год, а в ITVT можно целый зуб вылечить в год по этой страховке, но это стоматология, как бы тут другая медицинская помощь здесь более доступная, если что-то серьезное, то, ну, я это не испытывал на собственном опыте, но госмедицина должна тебя спасти адекватно и хорошо, прививки детям будут делать бесплатно, но если ты хочешь там с насморком прийти к врачу, то в госклинике возможно это не получится, то есть ты там будешь стоять в очереди и может быть даже не попадешь в итоге к врачу, но к слову сказать в Европе то же самое, то есть про Швецию мне наш коллега, который живет там сколько, 11 или 12 лет, он рассказывал, что он когда у ребенка была температура 40 градусов, он 8 часов просидел в приемном покое больницы бесплатной. А платный там? Вот, но я пока ребенка пару раз отводил к врачу платному, это стоило не очень дорого, я вот наконец оформил, ну точнее мне до конца оформили эту страховку, я собираюсь это вот подать на компенсацию, то есть так тоже можно делать, в принципе мне вот страховки от работодателя хватит, чтобы в волю поводить детей по врачам, ну может быть самому еще немножко походить, но операцию по-нибудь сложную, наверное, лучше в госклинику пойти, потому что вот эта вот страховка она не очень хорошо это покрывает, то есть там лимиты есть, но можно было, работодатель мне давал опцию взять нормальную страховку, но за там сто с небольшим тысяч в год гонконгских, что уже так ощутимо достаточно. Что интересно, здесь ты приходишь к врачу и вот в рамках визита тебе дают лекарство, которое тебе врач прописал, это все входит в эту стоимость. Что-то еще можно интересно сказать. Ну вот про климат я уже говорил, то есть лето я, конечно, не застал, поэтому, может быть, я все-таки немножко пострадаю от климата, когда наступит лето, но говорят, что здесь обычно лето это до 35 градусов и вот эта погода длится где-то с мая по август, а в сентябре должно быть уже 30 градусов, вот я застал 35 градусов в сентябре и это было нормально, ну просто не пойдешь на хайкинг на какой-нибудь и будешь зонтик от солнца носить, потому что солнце здесь, конечно, злое, прямое и с северной кожей здесь надо быть осторожным, ну и с глазами с северными тоже надо солнечные очки носить, все такое, но в целом на удивление я не страдаю от этого, можно зато в октябре купаться в теплом море и я до сих пор хожу на работу в рубашке с короткими рукавами, что тоже приятно, но видимо на следующей неделе все поменяется, наступят лютые холода, придется что-то еще сверху накидывать, что-то еще можно сказать? А можно тему предложить небольшую? Тут просто у меня вопрос есть про отношение к работе, вот как в Гонконге китайцы. Да, это, кстати, интересный вопрос. Потому что жесть же. Для местных нормально работать 6 дней в неделю и 10-12 часов в день. экспаты так не работают. То есть если компания хоть чуть-чуть ориентирована на либо просто иностранная, либо хоть чуть-чуть ориентирована на привлечение иностранных специалистов, то это нормальный рабочий день. 8 часов 5 дней в неделю. Отпуск по-моему я вот что-то засомневался, как именно тут дни считаются, но он либо месяц, либо чуть больше даже месяца. Но как жить тут местным, я не пробовал и не знаю. Но они, да, они местные, совсем местные они работают. Сильно работают. Но при этом магазины, например, закрываются относительно рано. То есть ничего круглосуточного я здесь не замечал пока. Но правда отчасти это связано с ковидом, то есть, например, какие-нибудь бары, они бы были рады работать ночью, но им не разрешают. Тут все должно закрываться, такое вот типа общепита, баров, должно закрываться в 10 вечера сейчас по правилам. Ну и магазины, естественно, тоже закрываются не позже 10. Что-то закрывается раньше, но про никакая парикмахерская может запросто закрыться в 7 вечера или даже раньше. Ну вот для тех, кто с детьми, тут это проблема, поскольку садики здесь условно с 8 утра до 4 дня, а школы и вовсе с 8 утра до 3 дня. И как бы я спрашивал своих коллег, а как же жить с детьми? Ну, найми хелпера. В чем проблема? Хелпер будет водить твоих детей. Поэтому в принципе да, кстати, здесь можно устроиться в компанию, где тебя заставят работать 10 часов в день, но это твой выбор. Вот один наш бывший коллега по ITV, он какое-то время в такой компании проработал, сказал, что больше так не хочет делать и пошел в банк работать, где 8 часов в день работаем. Так что в принципе нормально. тут есть всякие музеи, насчет балеток, театра, я не уверен, вроде что такое тоже тут есть, я это еще не разведал. Есть много всяких исторических мест, типа тех же буддистских храмов, монастырей, статуи Будды, куда можно ходить, смотреть, местные активно занимаются хайкингом, можно плавать на лодочках куда-нибудь, можно заняться греблей при желании на этих китайских длинных лодках, можно просто по пляжам ездить значительную часть года и просто купаться. Плюс сейчас, когда ограничения снимаются постепенно становятся уже возможным просто летать в окрестные более дешевые азиатские страны, типа Таиланда и подобное. Ну, не знаю, я пока до этого еще не дошел. В общем, подытоживая, это оказалась не такая уж экзотическая страна, здесь любят экспатов, здесь можно прожить с английским языком и здесь очень хотят C++ программистов. Не знаю точно, насколько просто сюда приехать молодым специалистам, но если у кого-то есть желание, то я могу вас познакомить с рекрутерами и дальше можно пробовать. А можно просто в обход рекрутеров просто уже искать вакансии тоже LinkedIn или еще что-нибудь такое. Конечно, рекрутеры, независимые рекрутеры, которые как рекрутинговое агентство, как я общался, им, конечно, больше интересны дорогие специалисты, поскольку их процент зависит от твоей зарплаты. Университеты, кстати, здесь не очень дорогие. Я, правда, не знаю какие-то отношения с визами и прочим, но вроде бы здесь один год обучения стоит порядка 40 тысяч местных долларов, а университеты, ну вот в рейтингах они, да, есть. Качество образования я там не проверял. Ну вот C++ там, говорят, не учат, поэтому C++ надо из-за нея привлекать. Вот, наверное, я сказал все, что хотел. Могу дополнить, что у нас еще очень хотят C++ программистов. Доходит до того, что случайные люди на улице предлагают прислать резюме на почту. Была история, что я потерял паспорт, его нашел человек, предложил встретиться, а он случайно работал в Эриксе и очень звал. В общем, так что имейте в виду, подавайтесь, учите плюсы. Ну что, видимо, вопросов нет. Я, скажу честно, я вот никогда результацию особо не рассматривал, но когда все это началось, свое мнение изменил, и в итоге это оказалось не так уж и сложно, и не так болезненно и все такое. Поэтому я лично этим своим выбором доволен. И поэтому, если у кого-то вопросы возникнут, я постараюсь ответить на них как смогу и попытаюсь вас куда-нибудь проекламировать. Но результатов не гарантированно. Но, по крайней мере, чем смогу, тем помогу. спасибо вам за внимание. Запись должна получиться, так что если кто-то не смог прийти, но кому это интересно, то мы постараемся эту запись тоже выложить. вот. Ну, а на сегодня тогда давайте закончим. У меня сейчас 11 часов вечера, уже пора спать. Доброй ночи, мы вот на звонке весь световой день пропустили, и теперь за улицей, ну так, гулять уже не получится пойти. Ну вот здесь солнце встает в 6 утра, заходит в 6 вечера, особо в течение года это не меняется. Да, большой рассказ, можно это смотреть как это, блог про путешествия в целом, в свободное время фоном за работой. Так, запись я постараюсь. положить. Сейчас я ее остановлю. Так.